На следующий день Иуда пришел пораньше. Лишь только часы пробили двенадцать, как он уже сидел у камина на маленькой табуретке, заготовленной специально для него, чтобы удобнее было взбираться на картину, и подбрасывал в огонь сухие поленья. «Брат мой», — обратился к нему Сергей Арнольдович, начисто забывший вчерашний разговор с Иудой, — «у меня такое чувство, что вы открываете мне не все тайны, связанные с тайной вечерей». «В проницательности вам не откажешь», — заметил Иуда, это правда. Я и сам был в раздумии, рассказывать вам эту часть истории написания картины или нет. Но раз уж вы сами проявили инициативу, то слушайте». «Дело в том», — начал Иуда, — «что в руки Леонардо да Винчи попали переводы манускриптов древних коптов, те самые, о которых я вам рассказывал ранее. Так вот, благодаря этим манускриптам Леонардо сделал открытие, которое ставило с ног на голову прежнее представление об истоках зарождения христианского движения. Вам, может, не понравится это словосочетание «христианское движение», но исторически наша вера родилась именно как движение. Ванин внимательно слушал, пытаясь запомнить буквально все. «Но я, пожалуй, опять вспомню тайную вечерю», — продолжал Иуда. «Я вам рассказывал, что это единственная из вечер, где никто из изображенных на ней не смотрит на зрителя. Это завораживает, а с художественной точки зрения является находкой автора. Но Леонардо руководило не стремление очаровать зрителя, а совсем другое». Иуда, испытывающий, посмотрел на Ванина. «И что же он имел в виду?» — спросил он. «Как я вам уже говорил, апостолы понимали, что никаких преференций и теплых местечек у трона Иисуса царя они уже не получат. Иисус прямо им заявил, что не собирается быть царем на земле. В их глазах он становится пустым проповедником, далеким от реальной жизни. Иными словами, если я, Иуда Искариота, пошел на предательство учителя своего Иисуса по его поручению и моему согласию ради дела святого, то они, апостолы, кроме Марии Магдалены и Матфея, уже были готовы распрощаться с ним и в душе своей предали его давно. Я знаю точно, потому что был свидетелем такого разговора, когда апостолы призывали, Иисуса возглавить восстание и сесть на трон Давида. Хорошего в этом разговоре было мало. «Извините меня», — остановил Иуду Ванин. «Так значит, Дэн Браун был прав, когда писал в своей книге, что Иуда не стал слушать дальше». «Я Дэна Брауна знаю и считаю, что если кто-то что-то пишет, тем более на такую тему, значит, у него есть для этого какие-то причины, но на все воля Божья. Человек часто может видеть только то, что он хочет видеть. В этом и счастье его, и несчастье». «Когда Иисуса арестовали», — продолжал Иуда, — «апостолы разбежались кто куда». А Петр кричал, «отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь от тебя». Что касается Марии Магдалены, то для Иисуса она была не только лучшей ученицей, она была его ангелом-хранителем, женой-мироносицей. Некоторые из апостолов за это ее просто ненавидели. Узнав про это из свитков, Леонардо апостолов возненавидел, и, как я понимаю теперь, Ватикан он тоже не жаловал. По сути, эта фреска явилась как бы его личным мщением и апостолам, предавшим Христа, и католической церкви, утаившей правду о Магдалене. Анна по-прежнему сладко спала на кушетке, укрывшись шерстяным пледом. Иуда долго смотрел на нее, а затем продолжил свой рассказ. У женщины в то время было совсем другое положение в обществе, чем сейчас, особенно если она была незамужней или сирота, или, не дай бог, безродна. Так вот, самая главная особенность этой картины, ее исключительность в том, что на ней впервые среди апостолов рядом с Иисусом появляется женщина, Мария Магдалена. Но Леонардо скрывал это. Он говорил, что это самый молодой ученик Иисуса, Иоанн, иначе бы картины просто не было бы. Это, конечно, сенсация, сказал Сергей Арнольдович. Можно сказать, детектив настоящий. Иуда продолжал. Тайные вечери Леонардо — это сплошные загадки, и скрытый смысл, и намеки — это кладезь информации даже сейчас, когда от оригинала, можно сказать, ничего не осталось. Художник увлекался математикой и придавал цифрам магическое значение. Эти увлечения преследовались Ватиканом, но Леонардо удалось одурачить всех. Обратите внимание на картину, продолжал Иуда, увлеченный собственным рассказом. Ванин заметил, что ему очень нравится вникать в детали, и про себя подумал, какой дотошный мужик, с таким реально можно дело делать, и тут же осекся, вспомнив, что Иуда читает мысли. Но тот продолжал, не останавливая свое повествование. Слева и справа от Иисуса Леонардо разместил по шесть человек, или, как он сам мне говорил, два по три. Я думаю, что вы понимаете, на картине могло быть сколько угодно персонажей, и десять, и семь, и двадцать. Скажу честно, он у меня спрашивал, кто из них и где сидел. Но что я мог ему сказать? Всякий раз сидели по-разному. Мест для постоянных сборов не было. Единственное, что было всегда неизбежно, постоянно, Иисус находился в центре. Это и понятно. Справа всегда была Мария. Остальные располагались по принципу «кто к кому ближе». Кроме того, всегда были приглашенные числа последователей. Правда, не в этот раз. Иуда задумался. Но это не важно. Главное в том, что по замыслу Леонардо, если по обеим сторонам сидит по шесть человек, то получается число шестьдесят шесть. Это означает сытость и довольство. Здесь возразить трудно, так оно и было. Если же рассматривать как три плюс три, а это очень четко видно на картине, то в данном случае число означает святую троицу, а связанные тройки вместе означают цикл рождения, жизнь и смерть. А вот двенадцать плюс один – это смерть, добровольно принятая как жертва. Эти числовые символы и смыслы образов были понятны только людям, увлекающимся нумерологией, наукой о магии цифр. Иуда внимательно посмотрел на Сергея Арнольдовича. «Вы понимаете, о чем я вам говорю?» «Конечно, понимаю», – ответил ему Ванин. «Я не понимаю другого. Сколько же надо знать? Какой объем информации надо держать в голове, если только в одной работе заключить столько данных? По сути, это не картина, а письмо потомкам, нам. Это, если говорить языком современников, флешка, накачанная информацией». «Абсолютно правильно», – обрадованно воскликнул Иуда. «Вы совершенно правы. Вы, как и я, самостоятельно дошли до этого открытия». «Как это вы говорите? Руководствуясь логикой здравого смысла? Чудесно! Молодец!» «Действительно», – продолжал Иуда. «Леонардо писал эту картину как послание потомкам, и все секретные информационные файлы были адресованы именно вам, сегодняшним людям. Мало кто из его современников мог бы прочитать все это». Сергей Арнольдович был польщен и чувствовал, что самое интересное еще впереди, и потому беспрестанно ждал от Иуды информации и слушал. «Кроме того», – продолжал Иуда, – «число три, число главной языческой богини, которая одновременно олицетворяет в себе и девушку, и мать, и старуху. Здесь речь идет о совершенно откровенном намеке на Марию Магдалену». «Да», – воскликнул Ванин. «Теперь я понимаю, каким великим был этот человек, но у меня почему-то появилось ощущение сопричастности к этой картине. Я, конечно, извиняюсь за нескромность, но что есть, то есть». «Не надо извиняться», – успокоил его Иуда. «Вы действительно причастны к картине и, естественно, к тому, что с вами сейчас происходит. Если бы не вы, если бы, как говорит ваша очаровательная, супруга, не ваш сон в руку, у вас на стене не было бы этой прекрасной фрески, пусть даже копии, к созданию которой я, кстати, тоже приложил руку». Сказав это, Иуда рассмеялся. «И ваш Иисус, с похожим на оригинал изображением лица, тоже никогда не появился бы на свет. Посмотрите сами». Ванин поднялся и подошел к фреске. «Вы знаете, брат мой Иуда», – начал он, – «у меня складывается впечатление, что тайный замысел Леонардо и его желание сделать картину посланием потомкам вам был известен». «Нет». «Что вы?» «Нет», – воскликнул Иуда. «Я не столь проницателен, чтобы видеть так далеко. Я только уточнял детали, интересующие его». «Он большего от меня и не требовал». «Для меня», – продолжал Иуда, – «было важно другое. Я помогал осуществить его идею, показать миру мгновение жизни Иисуса Христа, не как Бога, а как человека, значение личности которого столь велико и столь огромно, как человека страдающего, размышляющего, человека гениального и великого, который ошибался в людях, но все равно помогал и верил им, человека по воле Божьей, ставшего Богом для нас, людей. Леонардо дает понять, что жизнь Иисуса в сто крат интереснее и ярче, намного грандиознее, чем то жалкое, плаксивое Писание, которое в свое время создало католическая церковь в угоду римской власти». «Удивлены?» – спросил он Ванина, продолжавшего стоять возле картины с ошалелым выражением лица. «Удивлен? Это значит ничего не сказать», – ответил Сергей Арнольдович. «У меня такое ощущение, что мое представление о мире перевернулось, хотя я, в общем, никогда и не задумывался, что этот мир собой представляет. Жил и все». Произнося эти слова, Сергей Арнольдович странно двигал руками, будто ощупывал стекло. «Я вообще не понимаю, что со мною происходит». «Скажу вам откровенно», – перебил его рассуждение Иуда Искариота. «Я не собирался рассказывать вам всего этого, но после общения с вами понимаю, что это было бы непростительной ошибкой». «Почему это?» – спросил его Ванин. «Я настолько безнадежен». «Нет, речь идет не о вашей безнадежности и не совсем о вас», – ответил Иуда. «Я хочу сказать о том, что удивительные вещи происходят на земле с участием Иисуса Христа. Люди, не считающие себя глубоко верующими, а лишь причисляющие себя к христианскому миру по национальному признаку, ну вот как вы, например, русские, или те, кто называют себя русскими. Все хотят как можно больше узнать о вере Христовой не через Библию, не через церковно-религиозные отношения, не через призму сотворенных им чудес из жизнеописания Иисуса. Нет. Все больше людей хотят знать о жизни Его как человека, ставшего Богом, избранного Богом. Вы можете себе представить, – обратился Иуда к Ванину. – Каким надо быть человеком, чтобы стать Богом? Вы, русские, почему-то хотите знать о Боге больше как о человеке. Вас он интересует не как божество, вас он интересует как великий человек. Это потрясающе. И почему это так? – обратился он к Ванину. Я не знаю. Я никогда об этом не думал, – отвечал Сергей Арнольдович. – А я вам скажу. Нужно иметь колоссальную силу духа, духа праведного. Надо людей любить больше жизни своей. Доверяться надо Богу. И он тебя выберет и протянет руку. Он ведь, знаешь, какой? – Какой? – спросил Ванин, заглядывая Иуде прямо в глаза. Он только и ждет повода простить человека, отпустить его грехи, дать шанс исправиться. – И что, он прощает всех? – снова спросил Сергей Арнольдович. – Всех, – ответил Иуда. – Можешь не сомневаться. Он единственный под этим солнцем, кто может и жаждет простить всех детей своих. Если бы не было этого божественного прощения, то не было бы и раскаяния. Без раскаяния человек превращается в зверя. Грешить и каяться – это человеческая слабость и сила. Без Бога, как ты понимаешь, нет греха и нет раскаяния. Без Бога грех становится бытом. Оба молчали. Осмысливая сказанное, Иуда предложил. – Я думаю, он там на небе сейчас радуется за вас, людей, брат мой Сергей. – А он точно там? – спросил Ванин. – Не сомневайтесь, – улыбнулся Иуда. – Неужели я на вас столько времени зря потратил? – Нет, ну все-таки. Иуда его остановил. – Вы хотите сказать, что вот если бы увидеть? – Да, – ответил Сергей Арнольдович, как бы стыдясь своих слов. – А меня вам, значит, мало? – Нет-нет, что вы, – возразил Ванин. – Вы меня неправильно поняли. Просто после всего услышанного хотелось бы… – Посмотрите направо, – строго сказал ему Иуда. Ванин в страхе повернул голову. Там на стене висела его картина, изображающая Иисуса Христа с посохом в руке, идущего в гору. Лицо Бога было счастливое и доброе. Он шел навстречу людям. – И вы мне хотите сказать, что никогда его не видели? – с издевкой переспросил его Иуда. Оба молча смотрели на работу Ванина. – Смотрю я на вас, Сергей Арнольдович, и на вашу работу, и прихожу к выводу, что не такой уж вы безнадежный человек, если вам иногда хочется Бога рисовать. Видимо, вы ему нужны. Ванина такая постановка смутила. Ему стало неловко и приятно одновременно. Он опустил глаза. – А он вам нужен? – поинтересовался Иуда. – Я не знаю ни одной молитвы, – ответил Сергей Арнольдович. – Но это не самый страшный грех, тем более что молитва от греха не спасает. Незнание молитвы к греху не приведет. И не каждый молящийся живет в согласии с Богом и христианскими заповедями. – И что же тогда надо знать, чтобы верить? – Вы уже знаете намного больше других, но не верите. – Я верю, – остановил его Ванин. – Я, правда, сейчас уже верю. – Э-э-э, брат мой, знать и верить – это совсем разные вещи, – возразил ему Иуда. – Чтобы верить, знать не обязательно. – Вы меня совсем запутали, – возмутился Сергей Арнольдович. – Я уже и не знаю, что правильно, что неправильно. А про себя подумал. Скорей бы этот проклятый сон закончился. – Господи, я уже не могу. – Он дотронулся рукой до лба. Лоб был мокрый. По щекам текли струйки пота. Глаза резала соль. – Важно, брат мой, – ответил им Иуда, – чтобы Бог жил у тебя в душе. Если душа твоя – это храм чистых помыслов и благородных дел, значит, Бог в ней живет. Если нет, молитвами его туда не затащишь. – Это не про меня, – пробормотал Ванин. – Я великий грешник. Мне прощения нет. – Не переживай, – успокоил его Иуда. – У Господа, таких как ты, много. Некоторые справляются. Не убивать же вас. Вы же все дети его. Бывают паршивые, но дети. – А насчет незнания молитвы не переживай, – успокоил Ванин Иуда. – Жизнь по башке долбанет, и молитва тебя найдет. – Ну, спасибо. – Успокоили, – ответил ему Ванин с сарказмом. – Так уж повелось у вас, людей, – продолжал Иуда, – что обращаетесь чаще всего к Богу после того, как сильно прижмет. Но тут ничего не поделаешь, так устроен человек. Создатель сделал нас такими, значит, для чего-то ему это было надо. Это, как говорят моряки, не моя вахта. Но вы что-то еще хотели рассказать про Леонардо? – спросил его Ванин, которому не хотелось на такой грустной ноте заканчивать встречу. – А я вам еще не надоел? Вы все время со мной, да со мной, света Божьего не видите. – Не расхворались бы. – Да что вы, брат мой, – успокоил его Сергей Арнольдович. – Только благодаря нашим с вами разговорам я и начал потихоньку отходить от болезни. – Знаете, – продолжил он, увидев участие в глазах Иуды, – я никогда до этого так сильно не болел. – Нервы, знаете ли, стали сдавать. Организм, наверное, ослаб. И, конечно, годы, – заключил он. – А при моей работе, как вы понимаете, здоровье надо иметь бычье. – Не волнуйся, брат мой, – успокоил его Иуда. – Завтра утром, нет, уже сегодня утром, встанешь как огурец, все будет хорошо. – Спасибо, обрадовали, – радостно ответил Ванин, еще не понимая, что через несколько часов его ночные кошмары закончатся. – А насчет работы скажу вам следующее, – продолжил Иуда. – Если работа мучает, радости труд не приносит, значит, это не твоя работа. Найди дело по душе. – Да как же я могу? – возмутился Сергей Арнольдович. – Я жизнь на нее положил. Моя работа – это все, что у меня есть. – Успокойся, – остановил его Иуда. – Утро вечера мудренее. Так, кажется, у вас говорят. Ты спросил, я ответил. – У нас еще есть время до утра, – обратился к нему Ванин. – И вы хотели еще один секрет картины открыть. Может, успеете? – Ну да, ладно, – согласился Иуда. – Часа полтора у нас имеется. – Взгляни на картину, – начал он. – Обрати внимание на фигуру Иисуса Христа. Что можно про него сказать, кроме того, что лицо было написано с автора? Сергей Арнольдович пригляделся и ответил. – Крепкий, плечистый, рослый мужчина. – Абсолютно правильно, – согласился с ним Иуда. – Не похож он на тщедушного проповедника, сидящего на хлебе и воде. – И я тебе это подтверждаю, брат мой, как свидетель. Иисус кого угодно мог скрутить в бараний рог, если надо было. Сейчас бы сказали, что у него хорошая наследственность. – Да, – согласился Иванин, – мужчина он видный. Леонардо прекрасно знал из моих рассказов и из тех таинственных коптских свитков, что это была абсолютная правда. Но это далеко не все. Иуда отошел от камина, у которого грелся все это время, и наклонился к лежащему возле ножки дивана к кожаному мешку. Развязал его и достал небольшой глиняный кувшин, залитый сверху воском. Прежде чем приступить к рассказу, который, несомненно, вызовет у вас удивление, я хочу угостить вас, брат мой, вином из моего и его, господа бога, времени. Оно кошерное, можете не бояться. Я думаю, это, с одной стороны, поможет вам понять, прочувствовать вкус нашего времени, так сказать, эпоху. А во-вторых, именно это вино сегодня поставит вас на ноги. Оно же стояло на нашем столе во время последней встречи. С удовольствием попробую этот дар из прошлого, согласился Сергей Арнольдович и направился за бокалами. Иуда, со знанием дела, откупорил пробку и неспеша стал разливать вино по бокалам. Напиток имел темно-бордовый цвет и одновременно с этим обладал изумительной прозрачностью и чистотой. Поверхность бокалов заполнилась мелкими пузырьками. А когда они начали лопаться, по комнате распространился чудесный аромат виноградного напитка, в котором улавливался запах ни то малины, ни то манго. Предлагаю выпить за ваше выздоровление, предложил Иуда и сделал несколько глотков. Спасибо, поблагодарил Ванин и тоже немного отпил из своего бокала. — Это какое-то чудо! — воскликнул он, обращаясь к своему гостю. — Как вы его сохранили? Иуда усмехнулся. — А вас не удивляет, что я вообще оказался здесь? — Ну да, конечно, — смутился Ванин своему дурацкому вопросу. Допив вино, Иуда довольно причмокнул. — Чувствуете разницу между вашими современными напитками и этим шедевром виноделия? Но как не заметить, — согласился Сергей Арнольдович, — нам, простым смертным, такое недоступно. — Все абсолютно натуральное, — довольно ответил Иуда. Никакой химии, все сделано руками. История семьи Иисуса Христа, — продолжал свой рассказ Иуда, — не так проста, как пишут в библейских писаниях. Я бы даже сказал, что она вообще никакого отношения не имеет к реальной жизни этого человека. Они жили, как и многие еврейские семьи того времени, вернувшись из Сирии в Иудею во времена правления Архилая, одного из наследников царя Ирода, между которыми римский кесарь разделил имущество и власть. Но Архилай не имел никакого авторитета у еврейского народа. Поэтому, когда в десятом году от рождения Христова на Рим обрушились потоки жалоб от иудеев, обвиняющих Архилая в жестокости и тирании, император Август не простил ему этого, хотя надо честно признать, что если бы на его месте в то время оказался Ирод, то дело наверняка спустили бы на тормозах. Тут мир ведь мало чем отличался от современного мира. Короче говоря, Архилая отстранили от власти, а затем и территории, находившиеся под его управлением, отдали Сирии. Такие изменения предполагали проведение инвентаризации, иными словами, перепись населения и имущества иудеев. Таков был порядок в те времена. — И что это означало для евреев? — спросил Ванин. — Это означало усиление налогового бремени, — продолжал Иуда. — Как в наши дни многие люди не хотят платить налоги государству? Точно так же было и тогда. После вот этой переписи сумма налогового взноса или сумма налогового обременения стала бы выше, и иудейское население, несмотря на мощное протестное настроение, все-таки не решилось на открытое выступление и разрешило провести эту беспрецедентную оценку своего имущества римским властям. И вот на фоне этих страстей, которые накалили до предела политическую обстановку среди населения, на сцене появляется мой тезка. Его звали тоже Иуда, но Иуда — галилеянин, и его сподвижник — фарисей Садук. В то время я был совсем пацаном. Если сказать честно, как раз тогда-то меня и вылечили. Я знал Иисуса, как говорили, по улице, но не был еще с ним знаком близко. Мы подражали этим героям, хотели быть похожими на них, но никогда не видели в глаза. Иуда — галилеянин, создал в то время так называемую четвертую философскую школу, а ее приверженцы называли себя зенотами. На вашем языке это звучало бы как непримиримое. Римские власти назвали их экстремистами или экстремистским крылом фарисеев, а иногда просто бунтовщиками, террористами. Сергей Арнольдович вынужден был прервать рассказ Иуды. — Простите меня, брат мой, но у меня складывается такое впечатление, что я слушаю не исторический рассказ, а новости программы «Время с Ближнего Востока». — Правильно, брат мой Сергей. Я с вами согласен. Поэтому и утверждаю, мало что изменилось в этом мире с тех пор. Слава Богу, что вы и сами это видите. Значит, выздоравливаете. У этих людей, — продолжал Иуда, — была ничем не сдерживаемая жажда свободы. Единственным своим владыкой они считали своего Бога. Как вы понимаете, это был еще не Иисус, это был Яхве. Ванян кивнул головой в знак согласия. Идти на смерть эти люди считали сущим пустяком, равно как и смерть друзей и родственников, только бы не признавать над собой власть другого человека. Их идеологией была Тора. Вольнодумство и призывы к свободе сделали Зенотов и Иуду-галилеянина очень популярными среди народа. И, в конце концов, они организовали сопротивление переписи, которую с полным основанием можно назвать началом борьбы евреев за свою национальную независимость от римских оккупантов. Иуда из Криота умолк, разлил остатки вина из глиняного кувшина, сделал глоток и обратился к Ванину. — Извините, что я пытаюсь на ваш лад излагать эти события, потому как если я буду говорить языком того времени, вы ничего не поймете. — Я понимаю, — согласился с ним Сергей Арнольдович и вдруг неожиданно для себя подумал. — Интересно, а сколько лет прожил сам Иуда на земле после казни Иисуса? И испугался этой мысли. — Девяносто шесть лет, — ответил Иуда, — и умер своей смертью. Устал жить. Ванин извинился. Ему было страшно неудобно за некстати возникший в его голове вопрос. Он стал очень опасаться, что встреча с Иудой и эти беседы добром не кончатся. И вообще, почему это происходит именно со мной? — Почему холодно? — закричал Сергей Арнольдович. — Федор, Федор, где Федор? — Она. Почему здесь только вы и я? — Почему все время ночь? — Ванин хотел встать, но не мог пошевелить ни ногой, ни рукой. Иуда положил ему на затылок холодную, как лед, руку, и ему сразу стало значительно легче. — Да пейте до конца! — Иуда одной рукой придерживал ему голову, а другой подносил бокал к рту. — Ну, вот и молодец! — сказал он, когда Ванин осушил бокал. Иуда подбросил дров в камин. В огне они вспыхнули, как порох. Стало немного светлей. Сергей Арнольдович поудобнее разместился на диване и, успокоившись, приготовился слушать. — Восстание! — продолжал Иуда. — Мой тезка поднял, но оно было обречено на провал, так как другие провинции его не поддержали. За участниками восстания началась охота. Их семьи были вынуждены спасаться бегством. Иуда, галилеянин, погиб. Мария, жена Иуды, осталась вдовой с двумя детьми на руках и в ожидании третьего. Надо признаться, что я однажды видел, как Иисуса ночью один знатный мужчина, воин, катал на коне. Потом Иисус сам несколько раз промчался мимо нас на этой лошади. Но спрашивать было не принято, потому что в округе никто не знал, кто отец этого божественного ребенка. Его никто не видел. Жили они очень большой семьей, да мне и не до этого было. А ситуация складывалась таким образом, что Мария, жена Иуда и галилеянина. Вынуждена была бежать вместе с детьми, но двигаться в путь одной на последнем сроке беременности она решиться не могла, да и близкие ее родственники не могли этого допустить. Именно тогда в ее жизни появляется Иосиф. Кто он был такой? Сподвижник Иуда и галилеянина, друг, взявший на себя время ответственности за его семью? Я долгое время не знал. Не знал до тех пор, пока однажды мы с ним вновь не встретились. Тогда он уже был раввином и проповедовал, собирая в храмах тысячи прихожан. А проповедовать в то время можно было только после того, как тебе исполнится 30 лет, и ты получишь соответствующее образование. Иисус был воспитан на Торе и к заповедям Моисея относился с трепетом. Он понимал их глубинный смысл и открыто выступал против тех раввинов, которые пытались из его живого учения сделать тупые догмы. Он видел в заповедях Моисея глубокий нравственный смысл, что было недоступно другим. Это и явилось причиной его раздора с церковными догматиками. После одной из его проповедей, потрясенной его речью, я спросил Иисуса, откуда у него такое глубокое понимание нашего мира и этой жизни? Почему в его устах заповеди Моисея звучат так притягательно, словно откровение? И что он тебе ответил? спросил Ванин. Он открыл мне тайну, что отцом по крови его был Иуда-галерианин, а, по вере, фарисей Иосиф, давший знания и понимания Торы. Мать Мария подарила любовь к Господу и указала путь к Нему, но об этом никто не знал. Не знал даже самый известный евангелист Лука, считавшийся экспертом в области христианства и одним из биографов Иисуса. Правда, в своем труде «Деяния апостолов» он подтверждает тот факт, что Мария бежала с детьми во время переписи, что называется, в самое неподходящее для нее время. Несмотря на опасность, Иосиф и Мария соблюли все необходимые условия свадебного ритуала, на что потребовалось определенное время. До места сбора беженцев в Бейпахала они добрались позже других, и там не смогли найти себе места в постоялых дворах, и вынуждены были ночевать в хлеве вместе с овцами. Остальное уже общеизвестно. Иуда из Кариота замолчал, и, присев на корточке у камина, то и дело подбрасывая в огонь дрова. Яркий красный свет освещал его так быстро постаревшее лицо, на котором все явственнее прорисовывались следы страданий, душевных мук, бед и обид. Чувство тревоги, которое вдруг охватило Сергея Арнольдовича, покинуло его так же внезапно, как и появилось. И только сейчас Ванин заметил, что Иуда вновь облачен в свое тряпье, которое немного скрывал коричневатый плащ. — Вы собираетесь уходить? — спросил он Иуду. — Время пришло. Не поворачивая головы и, продолжая поправлять поленья, ответил Иуда из Кариота. — Мне пора. — И как же теперь понимать, кто Иисус? — спохватился Ванин. — Тот мальчик на коне — ваш товарищ? Или тот, который родился в хлеве? Иуда ответил вопросом на вопрос. — А в каком году началось восстание под предводительством Иуды и Галилеянина? — В десятом году от Рождества Христова, — ответил Ванин. — Ну и вот, — сказал Иуда, — что тут непонятного? Он подошел к Сергею Арнольдовичу, сел рядом, положил руку на его плечо и сказал. — Сегодня Пасха. — А что делать мне? — спросил его Ванин голосом, полным тревоги и смятения. — Бросай свой бизнес и иди в политику. Тебя там ждут. Ванин хотел возразить, но Иуда остановил его. — Я не прощаюсь. Еще поговорим. И, поставив табуретку поудобнее, ловко заскочил на картину, не спеша, с достоинством, сел на свое место. Сергей Арнольдович остался в комнате один. Стало пусто и неуютно. Ванин решил проведать Анну. Она спала. Он положил руку на ее ладонь. Анна мгновенно открыла глаза. — Сережа? — удивленно спросила она. — Спи, спи, — сказал ей Ванин. Но Анна с любопытством стала смотреть по сторонам, словно хотела кого-то найти. — Куда исчез Иуда? — спросила она. — Ушел к своим, — ответил Ванин. — Я пойду его посмотрю, сказала она. Она молча подошла к картине, встала ногой на ту самую табуретку, на которой двумя минутами раньше стоял Иуда, и вступила в картину. В одно мгновение она оказалась трапезной за апостольским столом на месте Марии Магдалены. Анна ловко отломила кусок хлеба и обмакнула его в чаши с вином, стоящей напротив Иисуса. Картина ожила, все зашевелилось. Гвалт за столом стоял неимоверный. Отчетливо был слышен голос апостола Петра. — Учитель наш, кто предаст тебя, тот дня не проживет. — Тихо! — крикнул кто-то властным голосом. Наступила мертвая тишина, сквозь которую слышны были слова Иисуса, обращенные к Иуде. — Брат мой, делай, что должен. Время пришло. — Это он о чем? — спросила Анна. — Поручение у меня к нему важное, — ответил Иисус. Сергей Арнольдович с разбегу влетел в картину. — Анна! — закричал он, что есть силы. Но трапезная была пуста. Через окна в стене пробивался яркий дневной свет, освещая помещение. Он подошел к тяжелой дубовой двери, кованной железом, отворил засов, толкнул ее плечом. Дверь отворилось. Иванин провалился в море света, падая куда-то глубоко вниз. Он падал, падал. Над ним появилось какое-то лицо. — Сереженька! Сереженька! — слышал он голос Анны. — Папа! — кричала Юлечка. Он открыл глаза. Первыми словами, что он сказал, были «как много солнца». Он лежал в своей спальне. Вокруг него стояли Анна, Юлечка и малышня. Здесь же были Федор и Зинаида Григорьевна. На стуле сидела их семейный доктор Цупа Парменовна Гагишвили. — Что я вам говорила? — обращаясь к Анне, — объясняла нас заметным грузинским акцентом. — Бывает такое. Спит человек три дня, три ночи подряд, и все тут. Организм так решил? Значит, так и будет. И ничего сделать нельзя. — А ну давай, голубчик, ручку. Давление с мерем, геноцвалитый наш. — Как ты нас напугал, — сказала ему Анна, вытирая влажные глаза. — Сегодня Пасха? — спросил он. — Да, — ответила Анна. — А ты откуда знаешь? — Иуда, — сказал. Прошептал Ванин и улыбнулся. Часть третья. Кому кризис, а кому мать родная? Жизнь продолжалась, и очень скоро Сергей Арнольдович привык к тому, что Иуда Искариота прочно утвердился в его жизни в качестве консультанта, советника и близкого друга. Правда, об этом никто, кроме самого Сергея Арнольдовича, не знал. Однако окружение Ванина заметило у своего шефа новые, ранее не водившиеся за ним привычки. Больше других удивлялась секретарша Евгения Петровна, уведенная в свое время Ванином из министерства. Она была почти ровесницей своего руководителя и знала его уже многие годы. Являя собой образ классического секретаря, она была убеждена в том, что весь бизнес дорогого шефа держится исключительно на ее личной преданности, исполнительности и порядочности. После многократных и неудачных попыток устроить свою личную жизнь, она остановилась на том, что ее судьбой должно стать служение человеку, которому она доверяла бесконечно, которого уважала и по-матерински любила. Работу свою она тоже любила и знала досконально, персонал боялся ее и уважал. Она знала и видела то, чего не видели и не знали другие. Отношения, которые были когда-то у Ванина с Лизой, нисколько ее не смущали. Наоборот, она потворствовала этому и всячески поощряла. Всякий раз, когда Лиза выходила от шефа после неприлично долгих посиделок, она, понимающей и улыбалась, как бы благодаря за хорошо выполненную работу. Эта улыбка приводила Лизу в бешенство. И часто она, прежде чем выйти из кабинета, просила Ванина отправить Евгению Петровну куда-нибудь подальше. Так вот, Евгения Петровна заметила, что после смерти Лизы шеф почему-то стал подолгу задерживаться один в кабинете. Вернее, это стало значительно позже, уже после того, как он женился на Анне Палне. Она называла жену Ванина только по имени и отчеству. Так ей было ближе. Затем Костя стал составлять ему компанию по вечерам. Однако самое большое удивление у Евгении Петровны вызывало то, что шеф довольно часто стал просить по две чашки кофе, и почему-то вторая всегда была не тронута. Или еще хуже, попросит накрыть чего-нибудь перекусить на двоих. А кто второй? Никого нет, сидит один. Евгения Петровна со временем привыкла и к этому, и стала воспринимать нововведение шефа как данность. Между тем, мировой экономический кризис для крупного российского капитала нес серьезные риски. Сергей Арнольдович понимал, что как только он доберется до нас, его первыми жертвами станут крупные промышленные предприятия и люди, работающие на них. Ему не хотелось иметь дело с людьми. Ванин давно уже озадачил своих премудрых юристов и помощников найти покупателя, которому можно было бы впарить весь консолидированный пакет кузбасского бизнеса по баснословной цене. Его финансисты и банковские брокеры, работающие на биржах, прекрасно усвоили школу своих западных коллег и могли в несколько раз увеличить или уменьшить стоимость акций интересующих предприятий. Были бы только деньги и четко поставленная задача. И задача, и деньги были. Подвернулся хороший покупатель из числа местных толстосумов, стремящийся подмять под себя все. Ему только не хватало угледобывающих предприятий, предлежащих структурам Ванина, чтобы контролировать угольный бизнес в регионе. Для Ванина сделка по продаже предприятий была всего лишь бизнесом, для покупателя – политикой. И Сергей Арнольдович, что называется, по простоте душевной, глядя своими голубыми, удивительно теплыми глазами в лицо местного олигарха и политика, которого знала вся страна, заломил ему цену за свои активы в пять раз выше реальной, объясняя это тем, что он понес серьезные издержки из-за реконструкции предприятий, невосполненные добычей угля. В это же самое время в прессу просочилась информация, что бизнесмен Ванин умышленно занижает стоимость своих кузбасских активов, опасаясь завистников. Кто-то в «Коммерсанте» опубликовал данные о запасе коксующихся углей в Кузбасском бассейне, где предприятия, принадлежащие структурам Ванина, выглядели самыми перспективными. Как известно, в нашей стране политические цели со времен Брестского мира всегда являются приоритетом. А потому, недолго сопротивляясь грабительскому предложению продавца, известный бизнесмен и политик местного разлива, согласился с предложенной ценой, заявив при этом «цель оправдывает средства». Сергей Арнольдович нисколько не жалел ни о проданных предприятиях, ни тем более о людях, работающих на них. У него была своя правда, своя логика жизни, совершенно недоступна этим несчастным людишкам, выбравшим себе такую судьбу. Когда внутренний голос начинал ему говорить, что же ты делаешь, посмотри, что после тебя остается. Полуразрушенные сараи, обитые сайдингом, и стеклянные офисы управлений, и супермаркеты, где рабочие оставляют свою зарплату, опять же тебе. Ты создал систему, при которой выданные тобою деньги за адский труд этих людей возвращаются к тебе же, через социальную сеть в виде прибавочной стоимости. Ты не труд, а человека сделал фактором прибыли через потребление. В таких ситуациях Ванин вспоминал слова Иуды, который сказал, «Каждый человек выбирает себе дорогу сам, но не всякая дорога ведет в храм. Я вот выбрал себе такую». «Да», — говорил он себе, «моя судьба такая, у них другая. Моей вины нет в том, что одних Бог сделал такими, а других иными». По договоренности сторон, сделку по продаже угольных активов было решено держать в секрете до окончания всех формальных процедур. Однако произошла утечка, и когда Сергей Арнольдович приехал в Быковск для оформления необходимых формальностей, то по выходу из здания шахта управления, его ждала толпа горожан и семьи шахтеров, люди стояли с транспарантами в окружении местного ОМОНа, который пытался отобрать у демонстрантов плакаты «Ванин, ты вор! Иуда, уходи!» Больше других старались женщины. Они гремели кастрюлями и кричали «Вор! Вор! Вор!» Под свист рабочих и матерщину бизнесмен почти бегом в сопровождении охраны добрался до машины, однако краем глаза он успел увидеть довольную улыбку на лице нового хозяина, который становился теперь единоличным вершителем людских судеб. Ванина распирала злоба, его трясло. «Есть в нам там что-нибудь?» — спросил он охранника. «Что будете пить?» — спросил тот, когда машина на бешеной скорости вырвалась за ворота и в сопровождении скорта понеслась в сторону аэропорта. «Налей виски!» — попросил он. Проглотив одним махом содержимое. Сергей Арнольдович успокоился, пришел в себя. «Что ж, — рассуждал он, — за все в этой жизни приходится платить. Если за сумму, которую я выручил от этой сделки, меня хоть сто раз назовут вором или иудой, то я это переживу». Но на словах, повернувшись к охраннику, грустно сказал. «Какие все-таки неблагодарные эти люди! Налей еще!» И только тут заметил Матвейчука младшего, забившегося в дальний угол салона, и Сан Саныч тоже. После завершения работ на трубопроводе Матвейчук младший, или Сан Саныч, как его звали коллеги, на деле оказался очень нужным, толковым работником с твердой собственной позицией. Это разительно отличало его от отца, Матвейчука-старшего, у которого своя точка зрения была только если речь шла о деньгах. Он по-прежнему протирал станы в Белом доме на должности «чего изволите». Молодым руководителям, не имеющим практического опыта управления отраслями, нужны были грамотные опытные кадры без каких-либо прав, иначе говоря, консультанты. Матвейчук как-то рассказывал Ванину, что когда он пришел в правительство, то был поражен тем, что в министерствах уже не было практически ни одного министра с профильным образованием, сплошь и рядом одни экономисты, юристы и чекисты. Не было ни одного, кто бы прошел школу руководства заводом, фабрикой, хоть каким-нибудь коллективом, за исключением военных. Ванина это не удивило. Раз такое есть, значит, это для чего-то нужно. Я тоже не сторонник того, чтобы министр был именно специалистом в своей отрасли. Это должность политическая. Что же касается замов, то те, конечно, должны иметь соответствующую подготовку. Во всем мире так уже давно делается. — Больно ты умный стал, я погляжу. — не соглашался с ним Александр Иванович. — Ты радеешь за свой карман, а я за государственный. — Нет, — рассмеялся Ванин. — Я радею за свой и государственный. Я честно плачу налоги. Только в марте заплатил почти полмиллиарда. — Для тебя это копейки, — недовольно заявил Матвейчук. — А тебе, — продолжал Ванин, — сорок восемь лимонов наличными. Александр Иванович надулся, но Ванин решил его добить. — Таких, как я, у тебя еще два-три. — У кого ты на кормлении сидишь? А еще сынок твой, у меня школу жизни проходит. — Ну все, хватит, — остановил его Матвейчук. — Я дорожу нашей дружбой. И за сына тебе спасибо. Не возникай. Это я по-стариковски брюжу. Не обижайся. Похожий разговор у Ванина с Матвейчуком состоялся ровно месяц назад. Но Сергей Арнольдович прекрасно знал, что пройдет неделя-другая, и Матвейчук от имени ответственных товарищей спросит, где деньги за трубу. Давать деньги очень не хотелось. Как известно, отдав часть, теряешь целое. Ванин не мог этого допустить. Еще три года назад он создал схему, по которой Матвейчук от начальника строительства через своего сына получал по 4 миллиона рублей. По сравнению с ожидаемым откатом, сумма была маленькой, но Сергей Арнольдович предполагал, что при определенных обстоятельствах ее может оказаться достаточно. Однако эти обстоятельства никак не наступали. — Не дает он тебе спокойно жить, этот Матвейчук, Александр Иванович. Ванин с опаской посмотрел по сторонам. — Может, помощь моя нужна? — снова услышал он знакомый голос Иуды. Все были заняты своими делами. Сын Матвейчука после стакана виски уснул, охрана следила за дорогой, ведя переговоры с машиной сопровождения. И вдруг от удивления Ванин чуть не закричал. На торпеде между водителем и охранником приспокойно сидел Иуда, свесив ноги вниз и удобно развалившись на боку. — Ты помнишь Бритова? — Это тот подполковник, который дело Лизы вел, и потом тебе помогал. Он, по-моему, твой человек. И уже генерал. Его надо подключать к этой проблеме. Один ты уже не справишься. Матвейчук спит и видит, как тебя обуть. Ванин понятливо кивнул головой. — У меня есть план, — продолжал Иуда. Он заключается в следующем. — Ты ему должен двенадцать миллионов зелеными. Дождись его звонка, и когда он поднимет вопрос, скажи ему, что все в порядке и что с понедельника готов начать выплаты. Сергей Арнольдович удивленно поднял брови. Как? — Подожди, — сказала Иуда. — Не суетись и слушай дальше. Назначишь место передачи денег. Лучше всего, если это будет ресторан Белое солнце пустыни. — Скажи, что по одному, может, по полтора лимона будешь передавать ежемесячно через Александра, то есть через его сына. Другим такое важное дело доверить нельзя. Расчет будешь производить в евро пятисотенными купюрами. В кейс сумма входит легко. — Я все понял, — вырвалось у Ванина. — Что вы сказали? — спросил полусонный Сан Саныч. — Ничего, — испуганно ответил Ванин. — Это я про себя. Задумался что-то, устал. — Может, вам поспать? — предложил Матвейчук-младший. — Я пересяду. До аэропорта еще полтора часа пилить. Ванин, недолго думая, согласился. Не успел он удобно развалиться на раздвинутых креслах, как Иуда снова возник перед ним, как черт из табакерки. Только теперь в дверном стекле напротив. — Ты все понял? — снова спросил Иуда. Сергей Арнольдович опять кивнул головой. Иуда продолжал. — Там, в ресторане, обязательно заранее забронируй кабинку. Евгения Петровна знает, как это надо делать. — И что дальше? — настороженно спросил Ванин. — А дальше? — продолжал Иуда. — Ты делаешь звонок Матвейчуку и говоришь ему, что столик в ресторане заказан, и что подъедет Александр с фруктами. А чуть позже к ним присоединишься и ты, и скажи, что тема будет закрыта полностью. Еще скажи, там будет подарок в коробочке супруги лично от него на маленькие шалости. Еще чего. Иуда, я вас не понимаю, — хотел крикнуть Ванин, но тот остановил его движением руки и продолжал давать инструкции. И главное, говоришь ему, — звони Александру, он в курсе. Фрукты у него. Ванин, ничего не понимая, кивнул головой. Иуда соскочил с окна и устроился полулежа рядом с Ванином, так чтобы в упор видеть его немигающие глаза. Теперь самое главное. Твой друг, генерал Бритов, организовывает прослушку разговора сына с отцом. Это легенда для обоих, Матвейчуков. На самом деле, всю эту работу сделает твой любимец Жорик. А то, глядишь, ляпнут чего лишнего, что мусорам знать не положено. А Бритову говоришь, в кейсе пять миллионов евро. Это деньги, которые вымогают у банка. Скажи, что ты все можешь сделать красиво и официально. Но решил дать ему заработать пятьдесят штук зелеными, которые лежат отдельно в красном пакете. Затем он должен сказать, что информация получена в ходе тестовой прослушки. Бритов посылает в ресторан своих людей, которые просят предъявить содержимое кейса. А там картина маслом, — подумал Ванин. И, учитывая должность Матвейчука, позволяет ему переговорить с шефом, с Бритовым, Вячеслав Николаевич, сжалившись над стариком, разрешает сделать звонок другу. — Какому другу? — спросил Ванин. — Тебе. — Ты все понял? — спросил Иуда. Но Сергей Арнольдович уже крепко спал. Прошло немногим больше недели. В приемной Ванина раздался телефонный звонок. Мило побеседовал с Евгением Петровным. Матвейчук попросил соединить с шефом. — Ну как живешь, дорогой мой человек? — поприветствован своего бывшего зама. Дорогие люди живут в атмосфере нефти и газа, а мы работаем, не покладая рук. — Я понимаю, — согласился Александр Иванович. — Но ты уж не прибедняйся. Хочешь, анекдот расскажу? Недавно от одного старого приятеля услышал. — Давай, — согласился Ванин. — Хороший анекдот и люблю. Александр Иванович начал рассказывать анекдот. Один царь узнал, что по стране гастролирует известный итальянский скрипач и дает изумительные концерты. Короче, сплошной аншлаг. Решил пригласить этого гения к себе во дворец. Музыкант пришел и начал играть. Играл он как бог. И царь прослезился. Вот, — говорит, — на руке у меня бриллиантовый перстень. Он твой. Сыграй еще что-нибудь. Ну, музыкант исполнил еще одну вещь, еще более прекрасную. Царь просто захлебнулся слезами. Вот видишь этот дворец? — Да, — отвечает музыкант. — Он твой. Итальянец был поражен щедростью царя и все играл и играл. И когда уже совсем обессиленный, от восторгов и слез, царь отдал ему полцарства и дочь, музыкант спросил, — Как я могу все это забрать? Царь серьезно ответил. — Приходите завтра. Ванину последняя фраза очень понравилась. Он рассмеялся. Хороший анекдот. — Это не все, — продолжал Матвейчук. — На следующий день музыкант приходит к царю за своим гонораром. — Каким гонораром? — спрашивает царь. — Как за каким? — удивился Итальянец. — Я же вчера радовал вас своей музыкой. — Правильно, — согласился с ним царь. — Вы меня радовали прекрасной музыкой. А я вас радовал не менее прекрасными обещаниями. Вы мне доставили радость, а я вам. — Актуальный анекдот, — сказал Ванин, а про себя подумал. Надо же, как изящно просит деньги, сволочь. — Как мои дела? — уже серьезно спросил Матвейчук. — Все в порядке, — спокойно ответил ему Ванин. — Сегодня можешь забрать. — Как? — громко от неожиданности буквально закричал Матвейчук. — Фрукты находятся у Александра. В белом солнце пустыни заказана комната. Вы там поболтаете, а я к двум часам присоединюсь. Дело к вам есть. О, чуть не забыл. Там в красном пакетике мой личный подарок супруге Вере Федоровне. Не забудь, пожалуйста. Через минуту Александр Иванович уже разговаривал с сыном, а Жорик писал их на пленку. — У тебя есть что для меня, сынок? — Да, папа, — ответил ему Александр. — И что там? — Пять миллионов евро. Еще пакет для мамы, — сказал он. — Ты открывал, смотрел? — Да, все на месте. — Ну, конечно. Вот сука! — вырвалось у Матвейчука, жид порхатый. Сколько занос водил, а на поверку оказался порядочный человек. — Он нормальный мужик, папа, — в ту нацу вторил сын. — Нормальный? — взорвался Матвейчук. — Да ты знаешь, сколько он хапнул на этой магистрали, которую ему на блюдечке принес голубой каемочкой. — Он деньги тянет отовсюду. — Они сами к нему идут. — Ну, перестань, — успокаивал его Александр. — Человек делает тебе добро, а ты на него дерьмо льешь. — Нехорошо это. — Что нехорошо? — вспылил отец. — Нехорошо, что у меня ничего нет, а у этого яйцеголового. Все, чего не пожелаешь? — Успокойся ты, не гниви Бога. — Жди меня, через полчаса подъеду, — сказал ему Александр. Взял кисть с деньгами и спустился вниз. — Надо же, скотина! Разродился! — ворчал про себя Матвейчук, не веря своему счастью. — Теперь можно и на пенсию. Однако зря я на Сергея так. Все-таки неплохой человек. Тихо, тихо, а я постоянно при деньгах. Зачем Бога гневить? Надо будет выпить за его здоровье, что ли? На дачу пригласить или к нему напроситься. Что-то старее я. Злобный стал. Так думал Александр Иванович Матвейчук, двигаясь по тротуару в сторону ресторана «Белое солнце пустыни», где в уютном кабинете его ожидал сын Александр. Первый акт спектакля был разыгран безупречно. Ванин позвонил Бритову. Слова. Груст на месте. — Все понял, — ответил генерал. — Действую. Сергей Арнольдович прослушал запись разговора отца с сыном. Это было что надо. Между тем события в ресторане разворачивались следующим образом. Счастливый Александр Иванович приоткрыл кейс и остался доволен. — Ну что, сынку? — обратился он к Александру. — Обмоем пока одни нашу семейную победу. Сын разливал водку, а отец продолжал вещать. — Долго твой шеф от меня бегал. Но сдался шельма. От Матвейчука так быстро не убежишь. Выпили, закусили. — Ты знаешь, — продолжал расслабившись Александр Иванович, — он всегда был тихушником. С неба звезд не хватал. Я даже одно время хотел его выгнать. А потом смотрю — тихий-тихий. Охватка у парня, как у бульдога. Если кого за задницу возьмет, вывернет наизнанку тихо и спокойно. Я один раз присутствовал на совещании, которое он проводил по моему поручению. Еще тогда подумал, этот парень далеко пойдет. Стал его двигать. А как только появилась возможность сделать его одним из своих замов, сразу же подписал документы. Правда, в то время страна уже начала рушиться, и уже от министра его заместителей ничего не зависело. Но он вертелся, что-то создавал, лепил. Теперь понятно, что. Выпили еще раз. И мне, сынку, — продолжал Матвейчук, — стоило больших трудов выстоять в этой молодогвардейской банде воров, реформаторов Гайдаровского разлива. Александр знал наизусть все отцовские тирады, касающиеся новых веяний в государстве российском. И с нетерпением ждал шефа, чтобы улизнуть. Речь Матвейчука была прервана появлением в нити высокого мужчины спортивного телосложения лет тридцати пяти, может, сорока. Зашел он культурно, извинился и попросил разрешения, хотя было очевидно, что это лишь простые формальности. Мужчина представился, сунув под нос ничего не понимающему Матвейчуку, удостоверение подполковника Присунько Владимира Ивановича из Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Прошу вас пройти со мной в машину. Да как вы смеете? Возмутился Александр Иванович, еще не в состоянии понять, что происходит. Вы знаете, кто я? Знаю, невозмутимо ответил подполковник. Потому здесь я, а не группа захвата. Матвейчук внезапно обмяк и, матерясь, двинулся к выходу. Чемоданчик не забудьте, пожалуйста, остановил его Присунько. Повезли Александра Ивановича с сыном на Екиманку, высокое здание, затерянное между строениями. Это была бывшая женская тюрьма эпохи социализма, переделанная в офисный центр. Однако подвальная часть, в свое время оборудованная под следственный изолятор, осталась в ведении МВД, вернее, одного из его подразделений. Сюда и доставили отца и сына Матвейчуков с чемоданчиком. Подполковник попросил их присесть и положить чемоданчик на стол. — Что вас там? — спросил он. Матвейчук молчал. — Ну, раз не хотите говорить, то хоть покажите, иначе придется понятых приглашать. Александр дёрнулся к чемоданчику и быстро его открыл. В пораженной публике открылась картина, достойная кисти Леонардо да Винчи. Открытый кейс, в котором изящно уложены пачки с купюрами номиналом в 500 евро. Вокруг кейса склонились трое мужчин, разглядывая содержимое. На лице подполковника не отражалось ничего. Он привык к таким вещам, чего нельзя было сказать об Александре Ивановиче. На лице его было изображено такое горе, такая безысходность, что сын реально испугался за отца. А подполковник подал стакан с водой. — Извините, я должен доложить генералу. Вскоре в кабинете появился генерал Бритов. Был он не в форме, но энергичен и деловит. Вячеслав Николаевич свое дело знал четко. Еще минуту назад он сидел в соседнем кабинете и внимательно следил за всем происходящим в этом помещении через экран монитора. Это здание, вернее его подвальная часть, была замечательным местом для различного рода щекотливых дел, когда вопрос решался полюбовно. Но знал об этом только он сам. Приглашенные, как правило, были не в теме. — Ну? — обратился он к Матвичуку. — Здравствуй, Александр Иванович, дорогой. Они были знакомы много лет, общались на различных городских мероприятиях и совещаниях, но вот так — никогда. — Здравствуй, Вячеслав Николаевич, — хмуро ответил он, понимая, что хорошего ждать от встречи не приходится. — Если бы только знал, как и рад тебя видеть, не унимался генерал, разглядывая перед собой поверженного чиновника. — Пока за жопу не схватишь, не придете и в гости не пригласите. — Послушай, Слава, — попытался возразить ему Матвичук. — Я вам не Слава, — резко остановил его генерал, — а Бритов Вячеслав Николаевич. Будьте добры обращаться соответственно. — Что у вас там? — Матвичук открыл кейс. Бритов безразлично посмотрел на содержимое, заметив при этом, что красный пакетик, обещанный ему, лежит на месте нетронутым. — Дело серьезное, — заключил генерал. — Присунько. — Я, — отозвался подполковник. — Пишите протокол. Он повернулся к Матвичуку и подружески положил им руку на плечо. — Я вам не враг, — Александр Иванович. — Сами понимаете, не холодильник сперли, а чемоданчик с деньгами. — Откуда? — Сколько там? — Пять миллионов евро и пятьдесят тысяч долларов, — ответил Александр за отца. — Единственное, что я могу позволить тебе сделать, — это позвонить кому-то из своих. И он показал пальцем на потолок. Матвичук набрал Ванина. Мобильник не отвечал. Секретарша Евгения Петровна доложила, что шеф в администрации. — Можно я чуть позже позвоню? — попросил он Бритова. — Можно, можно. Времени у нас достаточно. Пока протокол допроса составим, акт изъятия оформим. Все пересчитаем, перепишем. Успеем. — А как на нас вышли, товарищ генерал? — Что, наводка была? — спросил Александр, начиная потихоньку соображать, что с ними произошло. Бритов изобразил смущение на лице. — Наводка? — Можно сказать, что была, а можно сказать, что и не было. Но вам открою тайны. Спецслужбы периодически прослушивают эфир, тестируют каналы, особенно те, владельцы которых болтают много лишнего. Вот вы оказались среди тех, кого зацепили наши коллеги и слили информацию нам. Остальное — дело техники. Осталось только вас задержать. Все поняли? И, помолчав, добавил. — Если, конечно, вы будете себя хорошо вести и делать то, что мы вам говорим, то у вас появится возможность послушать этот ваш любопытный разговор. От этих слов Матвейчук пришел в ужас. Как он себя бронил, но делать ничего уже не оставалось, кроме как искать Ванина. Его мобильник, наконец, ответил. — Извини, — сказал ему Сергей Арнольдович, был на совещании в администрации, задержали немного. — Вы там еще не все сожрали? — Что ты, Сережа? Мы с Александром у Бритова в тюрьме. — Ничего не понимаю. Как у Бритова? В какой тюрьме? — наигранно переспросил Ванин. — Нас арестовали! — по слогам произнес Матвейчук. Бритов взял у него телефон. — Кто говорит? — спросил он грубо, и, услышав ответ, залыбался. — Хорошо. Я жду. И, повернувшись, Присунько приказал. — Начинайте работать. Пока изымали пачки денег из кейса, Бритов спросил у Матвейчука. — Вы мне можете объяснить происхождение этих денег? — Это мои кровные, трудом и потом заработанные. — Господи, за что мне такое наказание? — запричитал он. — Папа, перестань, не позорься, — стал успокаивать его Александр. В это время у генерала зазвонил мобильник. — Бритов слушает. Присутствующие в комнате Матвейчуки, затаив дыхание, слушали. Генерал вытянулся по стойке смирно, и было слышно только одно. — Да. — Есть. — Так точно. — Нет. — Все сделаю. — Понял. Бритов закончил разговор и вновь обратился к подпочке. — Полковнику. — Составляйте акт изъятия денег, и после подписания протокола можете выпускать этих голубчиков. Они никуда не денутся. Мы еще разберемся с теми, кто вам эти деньги дал. Ишь, какими суммами ворочают мерзавцы. Совсем сжались. Эти слова Вячеслав Николаевич произнес от сердца и нисколько не кривил душой. Присунько вызвал двух помощниц, которые начали пересчитывать деньги в присутствии задержанных. Часа через два с отца и сына Матвейчуков взяли подписку о невыезде и отпустили домой. Вторая часть марлезонского балета была выполнена блестяще. Ближе к вечеру к ресторану «Гонконг», что на Тверской улице подъехала машина, из которой вышли три охранника во главе с начальником службы безопасности банка. Начальник подошел к столику в вип-зале, где на мягких диванах удобно расположились два человека. Один из которых был генерал Бритов, другой – бизнесмен Ванин. Охранник Сергея Арнольдовича передал начальнику службу безопасности кейс, в котором недоставало лишь красного свертка с пятью десятью тысячами долларов. Но об этом знали только двое присутствующих в этом зале. На следующий день, ровно в десять утра, позвонил Матвейчук. Ванин слушал его вопли в кабинете. «Сережа, извини, что так получилось. Прости дурака старого. Совсем нюх потерял. И что теперь будет?» «Пока не знаю», – отвечал ему Ванин. «Делаю все, что могу. Я ведь тоже в дерьме по самое не могу». «Прости», – лепетал Александр Иванович. «Я, Вере Федоровне, ничего не говорю, и Сашу предупредил об этом. Если узнает, что с нами случилось, сердце у нее не выдержит». «За меня будь спокоен», – отвечал ему Сергей Арнольдович. «От меня не узнает. Гораздо хуже будет, если узнает от следователя». «А такое возможно?» – в ужасе спросил Матвейчук, чувствуя, как у него слабеют ноги. «Исключать нельзя ничего», – отвечал ему Ванин. «На завтра у меня назначена встреча с Бритовым. Там все и выяснится. Я его немного знаю. Сволочь он порядочная, но человек с понятиями. Постараюсь сделать все возможное. Я ведь теперь тоже замазан». Оба молчали. Ванин, потому что ждал реакции Матвейчука, чтобы поставить красиво точку. Матвейчук, потому что его, набитая страшными тараканами, черепная коробка, в данный момент могла вырабатывать только панические мысли. «Ты вот что, Александр Иванович», – предложил ему Ванин, – «придешь в себя? Зайди обязательно ко мне. Разговор есть». Пока они говорили, в углу, около книжного шкафа, стоял Иуда в хорошем сером костюме, в голубой сорочке и темно-розовом галстуке. Только римские трофейные сандалии на босу ногу выдавали в нем пришельца из прошлого. «А ты, я смотрю, неплохо тут у меня устроился», – обратился к нему Сергей Арнольдович. «Видать, понравилось?» «А как же», – Игриво ответил тут. Они вместе остановились напротив зеркала. «Мы с тобой», – продолжил свою мысль Иуда, – «как близнецы-братья. «Только ты есть, а меня нет». И действительно, в зеркале отражался только Ванин в своем сером костюме, голубой сорочке и темно-розовом галстуке. «Кофе будешь?» – спросил он Иуду. «Пожалуй, выпью». «Евгения Петровна», – обратился Ванин к секретарше по громкой связи. «Слушай вас, Сергей Арнольдович», – ответила она голосом, в котором явственно звучали нескрываемые нотки безграничной преданности и готовности к самопожертвованию. «Сделайте нам, пожалуйста, два кофе. Мне, как всегда, с молоком». «Непременно. Сейчас будет», – отвечала секретарша, начиная понимать, что она сходит с ума. «Еще немного, и любопытство разорвет ее на части». Между тем, мировой финансовый кризис все больше давал о себе знать в банковском секторе, в экономике и социальной жизни страны. В правительстве все чаще проводились консультации с представителями бизнеса и банковского сектора. Нередко в них принимал участие и Сергей Арнольдович Ванин. Несколько раз он ездил в Питер на форумы, где обсуждали пути выхода из сложившейся ситуации. Был он и в Давосе. Однако работа банков привлекала его больше всего. Он не мог не заметить, что именно банковская сфера, являющаяся главной причиной, спровоцировавшей ускоренное развитие кризиса, в итоге меньше всего пострадала от него. И даже более того, заработала на кризисе бешеные деньги. Естественно, его интересовали глубинные причины этого явления. Ванин исходил из того, что если это произошло, значит кому-то это было надо. Значит, кто-то на этом зарабатывает. За годы управления собственным бизнесом он влюбился в свой банк и гордился тем, что он у него есть. Сергей Арнольдович посетил самые крупные банки мира, встречался с некоторыми из их руководителей, но куда ему было до них? Он пытался схватить самые полезные для себя и в области структуры, информационных технологий и безопасности. Возможно, думал он, что на каком-то этапе привлечение иностранных банков на территорию России было и выгодно. Однако неповоротливость наших отечественных кредитных организаций привела к тому, что даже пенсионеры потянулись к западным банкам, например, ко мне, думал он. А что делаю я? Я опасаюсь, что мои деньги могут пропасть здесь и выталкиваю их на запад, а там, там брокеры моего партнера на фондовых рынках, на Форекс, на различных биржах пытаются их крутить. Ванин сидел в удобном своем кабинете и рассуждал обо всем этом без особой радости. Да? Кто бы мог подумать еще 20-30 лет назад, что именно банки выступят основным игроком на крупнейших мировых биржах? Проблемы? — поинтересовался Иуда. Да, проблемы и очень серьезные. Ванин прищурил свои голубые глаза и в упор посмотрел на Иуду. — Как ты думаешь, что является причиной мирового финансового кризиса? — спросил он. Иуда задумался и стал чесать щеку. — Что, слабо? — не унимался Ванин. — Нет, не слабо. Мне-то и не знать. Ванин насторожился. — Откуда? — Я тебя успокую, — начал Иуда. Во-первых, ты, наверное, забыл, что я казначей, и деньги — моя работа. А во-вторых, кризис потому и называется кризисом, что он приходит и уходит. Кризис никогда не бывает случайным. Кризис — это очищение. Систематический повторяющийся кризис — это признак хорошо налаженной системы с признаками саморегуляции. Однако создание такой системы в финансовом секторе — это уже, как вы говорите, высший пилотаж. — Откуда у тебя такие познания? — спросил Ванин, пораженный информированностью собеседника. — Я знаю почти все, что связано с жизнью и деятельностью человека. По воле Божьей давно смотрю на этот мир. Каждое поколение ведет себя так, будто они первооткрыватели. Все уже давно придумано и открыто. Вместо того, чтобы создавать удобные инструменты для познания, пытаетесь все сделать по-своему. И так каждый раз. Видимо, поэтому Всевышний иногда уже и не обращает внимания на ваши шалости. Достали? — Я тебя про кризис спрашиваю, — повторил вопрос Ванин. — А ты про что? — И я про то же, — ответил Иуда. Кризисы были всегда. И политические, и семейные, и финансовые. Вот-вот, финансовые, — подбодрил его Сергей Арнольдович. — Это мне ближе. — Сам по себе кризис, — продолжал Иуда, — дело полезное. Но вот как он происходит, эта песня? Основной причиной вашего кризиса... Нет, не основной. Прости, брат, неправильно выразился. Единственной причиной вашего кризиса является перепроизводство денег. Вы, люди, перестали золото считать эквивалентом и начали рисовать денежные знаки без ограничений. Я даже где-то туалетную бумагу видел из денежных знаков. — Конечно, — продолжал Иуда, — все началось с американцев. Именно они в начале семидесятых отменили привязку доллара к золоту, то есть к имеющемуся золотому запасу. Доллары стали печатать в неограниченном количестве. Теперь американцы покупательную способность своей национальной валюты обеспечивают не только воспроизведенным валовым продуктом в самой Америке, но и воспроизведенным валовым продуктом всего остального мира, в том числе и России. Сергей Арнольевич слушал Иуду, затаив дыхание. Он и раньше слышал нечто подобное, но так внятно и доходчиво ему еще никто не объяснял. — И что дальше? — спросил он. — А дальше, — продолжил Иуда, — самое интересное. Те экономики мира, которые сами стали обеспечивать своим ВВП судьбу доллара, никогда не имели и не имеют контроля за объемом эмиссии доллара США. Контроль за этим осуществляет, как ты знаешь, одна частная компашка под названием Федеральная резервная служба. — ФРС. — Как? — удивленно спросил Сергей Арнольдович. — Разве это частная компания? — Абсолютно частная, — заявил Иуда. — А ты не знал? — Я тебе скажу больше. Ее создателем и, так сказать, идейным вдохновителем был прапрадедушка Джорджа Буша-младшего. А дедушка, между нами говоря, — Иуда украдкой посмотрел по сторонам, тот был личным банкиром самого Адольфа Гитлера. — У них что, такой древний род? — перебил его Ванин, нисколько не удивляясь сказанному Иудой. — Богатые люди живут не родами, а кланами. И клан этот действительно один из самых могущественных. Там президентом не становится случайно. Им всегда бывает тот, кого уже решено поставить и решено с какой задачей. А как же выборы? — Иуда расхохотался. — У американцев такая выборная система, что даже самый продвинутый либерал не назовет ее демократической. Все делают деньги и грамотно организованное шоу. Выборы в Америке — это тотальное зомбирование населения, и делается оно красиво, и, главным образом, через синагоги, церкви, костелы, работу в семьях. Там выбирают не президента, а выборщиков. Иуда осекся. Я что-то не туда пошел. Вернемся, как у вас говорят, к нашим баранам. — Да, — согласился с ним Сергей Арнольдович. — Давай поближе к деньгам. — Но ты, надеюсь, понимаешь, — продолжал Иуда Искариота голосом университетского профессора. Что этот самый ФРС, или, как у вас называют, Центробанк, имеет неограниченные права и возможности. Вот представь себе, что частная компания, принадлежащая 20 частным банкам, в данном случае в Северной Америке, имеет главный свой бизнес, который заключается только лишь в печатании денег. И это ли не вершина любого предпринимательского дела? Представляешь, сам себе печатаешь деньги. Чтобы достигнуть такого исключительного положения в мире, им пришлось хорошо потрудиться, потрачены столетия усилий, используясь любая возможность ради приближения этой цели, и мировые войны, и много чего еще неизвестного. Если хочешь знать, — продолжал Иуда, — то с 1971 года, по сегодняшний день, Иуда посмотрел на календарь, 25 мая, объем долларовой массы в мире вырос в 60 раз. Но для чего все это? — спросил Сергей Арнольдович. Для того, чтобы владельцам ФРС как частной организации и Соединенным Штатам Америки как государству, это исключительно выгодно. Хочешь спросить, почему выгодно? — обратился он к Ванину. Отвечаю. Жить непосредством за счет остального мира. Это ли не заветная мечта любого государства? Иуда громко расхохотался. И запомни, брат мой, все эти сказки про создание мировых финансовых центров, всего лишь сказки и не более того. Никаких мировых финансовых центров в мире никогда не будет, кроме финансового мирового центра в Соединенных Штатах Америки, пока это государство существует, и пока существует их мировая финансовая система. Сложилась такая картина, что воспроизведенный валовый продукт США составляет 20% мирового. Это, по большому счету, очень много. А вот потребление — более чем 40%. Но за это кто-то должен платить. И платит. Платит тот, кто отдает Америке свои товары за американские доллары. При этом происходит огромное перемещение богатств в пользу США. За бумажки, которые они просто так печатают, покупаются золото, энергоносители, редкоземельные металлы, товары производства. Так что же получается? Возмущенно спросил Ванин. На вершине мировой экономики стоит гигантский насос, который выкачивает из других государств все ценное и дорогостоящее, что у них есть. Взамен, вбрасывая в эти государства зеленые бумажки, которые поедаются, как листва саранчой, так оно и есть, согласился с ним Иуда. Ты правильно понимаешь? Тогда у меня еще один вопрос. Зачем этой ФРС, уж если она стала контролировать мировую финансовую систему, производить денежные массы больше, чем требуется для их нормального экономического развития? Зачем рубить сук, на котором сидишь? Не понимаю. Иуда хитро улыбнулся. В том-то и весь фокус, брат мой. Дело в том, что если ты, частное лицо, имеешь право печатать деньги, обеспеченные экономикой всего мира, если ты, конечно, не святой, а там, где деньги, я думаю, ты это знаешь лучше меня, святых не бывает, то ты просто не в силах устоять от перепроизводства доллара, на который можешь купить весь мир. Ты бы устоял? Нет, резко ответил Ванин. Нет, я бы не устоял. Вот и они тоже люди, только люди, которые купаются в деньгах. Получается, что они из денег сделали товар, уточнил Ванин. Абсолютно правильно, воскликнул Иуда. Самый лучший товар в мире на сегодняшний день, который существует, и товар, который пользуется абсолютно повышенным спросом, равным которому нет, это доллар США. Другие амбициозные страны, такие, как вы или китайцы, тоже начинают печатать денежные знаки и покупать на них доллары, а на доллары все остальное. Европейцы делают то же самое, но вот тебе и пузыри. Соображаешь? Я все-таки не понимаю, зачем им столько. Никак не мог успокоиться Сергей Арнольдович. Мне кажется, что я это уже знаю, но ты, Иуда, преподносишь это так, что у меня появляется ощущение, что я ничего не знаю, всякий раз делаю для себя открытие. И это, брат мой, уже совсем другая тема. Может быть, она ближе к политике, чем к деньгам. Причем здесь политика, если мы говорим о деньгах, возразил ему Ванин. Хм, нет. Ты не прав, брат мой, не согласился с ним Иуда. Ваш великий Ленин говорил, политика есть концентрированное выражение экономики. Политика США – это мировое господство. Экономика – это средство достижения этой цели. ФРС – это инструмент для достижения этой цели. А доллар – это товар-наркотик, который позволяет все мировые экономики держать на игле. Господи, что ж ты такое говоришь, возмутился Ванин. Но есть еще одна причина, продолжал Иуда после некоторой паузы. Расскажи, попросил его Ванин. Эта причина кроется в сути самой американской нации. Ты же знаешь, как она образовывалась. Со всего света толпы обездоленных людей ринулись на континент через мировой океан в поисках счастья. Это миллионы несчастных, обиженных людей, которые искали справедливости, равенства и братства. Ведь в Европе уже бушевали народные восстания, на слуху уже были первые революции. На первом этапе создания государства группы умных людей, которые известны как масоны, малость переборщили с навязанием своих понятий и образа жизни, за что жестоко поплатились, но выводы сделали правильные. И в чем суть этих выводов, спросил Сергей Ирнольдович. В обществе нужно создать приемлемые условия жизни для всех, тем более там, где средний достаток должен уживаться суперроскошью и немыслимым богатством. Именно для этого нужна была финансовая политика, которая позволила бы любому человеку, любому гражданину Америки жить достойно, даже если он последний идиот. При этом содержателем их являешься ты или такие же люди, как ты во всем мире, брат мой Сергей. В самих же США менялись только политические концепции. На смену постиндустриальному обществу пришло общество потребления. Это все для того, чтобы простой американец был лоялен к власти, имел квартиру, дом, машину, социальный пакет и все в кредит, обеспеченный остальным миром. Хорошо, хорошо придумано, вырвалось у Ванина. А я-то думаю, чего это наши туда бегут табунами? Ничего хорошего в этом нет, ответил ему Иуда. Затем спросил, ты знаешь истинное значение слова раб? Невольник, наверное, сходу ответил Ванин. Нет, возразил ему Иуда. Раб это человек, лишенный родины и прав. Согласен? спросил его Иуда. И многие даже очень неплохо живут, сделав себе карьеру. Но это лишь небольшая часть людей, которые уверенно могут сказать, что они нашли вторую родину. Для человека не все так однозначно, но уже говорили с тобой об этом. Не для большинства такая смена жизни. Это тяжелейшая психологическая моральная травма. Однако каждый выбирает свою дорогу в жизни, и далеко не каждая из этих дорог ведет к храму. Иуда остановил его Ванин. Мне порой кажется, что под понятием слова храм ты имеешь в виду что-то другое, чем я. Это так? Ответь мне. Иуда улыбнулся. Видимо, да. Как я вижу, для тебя это в первую очередь, наверное, церковь, правильно? Конечно, ответил Сергей Арнольдович, нисколько не сомневаясь в правоте своих слов. Это не совсем так. Храм это гармония души и сердца, помыслов и поступков, ощущение радости от светлых и чистых дел, от любви к ближнему, к людям. Это ощущение счастья в каждом прожитом дне, и без Бога в душе этого не бывает, потому что так устроен этот мир. Разве такое бывает? спросил Ванин. Бывает, ответил Иуда. Если идешь правильно, то бывает. И много ты знал таких людей? Очень много. Их гораздо больше тех, которые не знают истинного понимания слова храм. Но мне, видимо, не суждено дойти до храма с моими грехами, заключил Ванин печально. Я вас успокою, брат мой. На пути к храму ошибаются все. Важно признавать это и пытаться вернуться на путь праведный, ответил ему Иуда. А раз уж мы говорим об Америке, то я не так давно имел встречу с одним американским адмиралом, очень приятный, воспитанный человек, такой римский патрицей с манерами. Его родители были, кстати говоря, русскими. Отец и мать беженцы из Прибалтики, кажется, из Латвии. Они бежали, когда туда вошли советские войска перед войной. У нас это обычное дело, чему удивляться. После революции так уж повелось. Народ бегает туда-сюда, туда-сюда, не удержался Ванин. Согласен, отвечал ему Иуда, но я не об этом. Под его началом огромный флот в океане, корабли, самолеты, подводные лодки. Сидит он в высоком капитанском кресле на мостике авианосца, весь такой холеный. Вокруг бегают офицеры, самолеты взлетают и садятся. Только и слышно, сэр, возьмите, пожалуйста, трубку. Сэр, разрешите то, сэр, разрешите это, сэр, завтрак подан. Он сидит весь влюбленный в свою работу и в свой образ жизни настоящего американца. Мы, говорит он, создали общество потребления. Это высшая мечта любой нации. Мы единственные в этом мире, кто сумел это сделать. Мы, Соединенные Штаты Америки, которые всех заставили работать на американский народ. Если кто-нибудь захочет лишить нас этого, мы уничтожим половину этого мира, и я буду находиться в первых рядах тех, кто это будет делать. Мерзкий тип, вырвалось у Ванина. Вовсе нет, возразил ему Иуда. Он глубоко верующий человек, баптист, у него прекрасная семья, он патриот своей родины, он жизнь свою положит во имя Соединенных Штатов Америки. В нем живет полная гармония с самим собой, он и мысли не допускает, что думает и делает неправильно, но самое интересное в другом, на борту этого авианосца было очень много не американцев, не граждан Соединенных Штатов Америки, а людей, которые хотели ими стать и поэтому пошли служить на флот, есть у них такой порядок, были там и русские, и украинцы, и румыны, и грузины, и литовцы, и латыши, я даже встретил одного узбека, выходцы, все из вашей когда-то очень большой страны, которая называлась Советский Союз, так вот они мыслили точно так же, как их адмирал. Это невозможно, это ужасно, вырвалось у Сергея Арнольдовича. История повторяется, продолжал Иуда, и повторяется с завидной цикличностью. Во время моей земной жизни происходило все, как сейчас, один в один, только империя, которая управляла миром, тогда была римская, и только одежда была поудобнее и качественней, и еда, мне кажется, была намного вкуснее, чем та, которую едете вы сейчас. Но это ты загнул, не согласился с ним Сергей Арнольдович, и пища сейчас лучше, и одежда лучше, посовременней. Посмотри, во что одет ты сейчас, английский костюм, сорочка от Бриони, и глянь на свои трофейные сандалии. Так на них без слез смотреть нельзя, а? Не скажи, брат мой, возразил ему Иуда, этим тряпкам твоим, которые на мне надеты, без году неделя, а сандалиям моим, он поднял ногу, лихо покрутил ступней влево и вправо, а сандалиям моим, без малого, две тысячи лет. Оба стали хохотать. Евгения Петровна никак не могла понять, кто там в кабинете у шефа, или он по телефону говорит, а хохочет как, но слава богу, значит, все хорошо. Матвейчук появился на второй день. На человеке не было лица. Что только не передумал бледный Александр Иванович, собираясь к Ванину. Две ночи он не спал, а если и спал, то в каком-то липком кошмаре. То ему снилось, что его пригласил к себе начальник, который почему-то в своем рабочем кабинете ходит в банном халате, и, подойдя к Матвейчуку спрашивает, а вы, Александр Иванович, почему одеты, раздевайтесь немедленно. Он начинает лихорадочно сбрасывать с себя одежду, все получается неловко, брюки, белье за что-то все время цепляются, наконец, разделся, остался, в чем мать родила, и вытянулся перед начальником по стойке смирно. Вы бы хозяйство прикрыли свое, сказал шеф голосом генерала Бритова. Матвейчук лихорадочно ищет, чем бы прикрыть наготу, но ничего не находит. Тогда у начальника в руках каким-то образом оказывается этот проклятый кейс с деньгами. Начальник подходит к Матвейчуку, открывает кейс и начинает бросать в него, в Матвейчука, пачки евро, которые, раскрываясь, покрывают его наготу. Прикройся, дурак старый, кричит начальник Матвейчуку. Видел мудаков всяких, но такого первый раз. Вон, вон отсюда. Александр Иванович выскакивает из кабинета и просыпается в холодном поту. Господи, да что же с тобой такое? Не заболел ли ты? На тебе лица нет. Саша, что с тобой? Зволнованно спрашивает его жена. Сон дурацкий приснился, ответил ей Александр Иванович. Ты не знаешь, что означает «когда видишь себя голым во сне?» спросил он. Это к болезни, Саша, отвечала супруга. Определенно ты заболел? Днем было не лучше. Слава Богу, Ванин успокоил. Взял все на себя. Господи, помоги ему разрулить эту проклятую ситуацию. Матвейчук ругал себя, на чем свет стоит, и в конце концов пошел к Сергею Арнольдовичу. Не потому, чтобы решить, что делать дальше. Просто с Ванином было ждать легче. Ну, а Сергей Арнольдович продолжал свой разговор с Иудой о всевластие Америки и ее финансовой политике. Потому Матвейчуку пришлось сидеть в переговорной комнате и в одиночку пить чай. Евгения Петровна, словно Брестская крепость, со своим героическим гарнизоном, берегла покой шефа, который внимательно слушал своего собеседника. Когда Иуда сделал паузу, Ванин спросил, и как долго будет сохраняться такое положение дел, если верить всему тому, что мы сейчас видим, то все мы у себя в стране, у себя в компании, в банке, фактически работаем на дядю Сэма, все барыши от нашего труда получает он, а не мы, не я, не моя компания. Это так, но не совсем, ты-то свое не упустишь. Однако твоя доля труда в их благополучии заложена достаточно солидная. Это однозначно, ты можешь не сомневаться, согласился с ним Иуда. И что надо делать, чтобы изменить такое положение вещей, спросил Ванин. Я лично считаю, что та цель, к которой Америка стремилась, а именно к мировому господству, она только сейчас достигла своего апогея, потому что в экономике, в политике не хватало финансового элемента, то бишь финансового контроля над миром. Сейчас эта задача решена, поэтому у них и у вас, у всего остального мира все только начинается. Ты хочешь сказать, что все это ненадолго, не унимался Ванин. Думаю, что не очень. Богатство и нищета никогда вместе долго не живут. Это как весы, отвечал Иуда. Чем больше богатства у богатых, тем больше бедных, чем меньше богатства у богатых, тем меньше бедных. Эти весы и создают противостояние, и потому для подобной власти нет врага, которого она боялась бы больше собственного народа. И сегодня они грамотно балансируют, подкармливая массы вашими деньгами. Понимаю, ответил Ванин, значит, надо создавать что-то подобное в противовес. Так думали многие, но жестоко просчитались, возразил ему Иуда. Видя удивление Ванина, он продолжил. Когда американцы создавали свою финансовую систему управления миром, у них не было конкуренции, вернее, была конкуренция, но достаточно хиленькая. Это английский фунт, швейцарский франк, итальянская лира, марка немецкая, европейские валюты. А сейчас же я не знаю, где найти такую валюту, которая смогла бы противостоять доллару США. Ее просто нет. А евро? спросил Ванин. Евро это тоже американская работа. Изначально европейцы думали, что единым фронтом будут противостоять американскому доллару. Там ведь тоже есть умные люди. Они понимали, чем это грозит экономике Европы, но... Что но? спросил Ванин. Ничего не вышло, сказал Иуда. Из евро американцы сделали своего главного помощника. Евро сегодня выполняет роль лакмусовой бумажки. В зависимости от ее окраски, то есть курса, они определяют, какую долларовую массу необходимо вбрасывать в мировую экономику. Трудно есть котлету одной вилкой. Хорошо бы, если бы еще ножичек был. Так и они. Американцы удивительно рациональны. Они не хотели появления евро, а тем более Евросоюза. Но когда поняли, что противостоять бессмысленно, решили эту идею использовать себе во благо. Что в конечном счете и сделали. Конечно, ты банкир, у тебя деньги в евро, в долларах, в золоте. Так вот запомни, в этом мире все всегда вертелось и будет вертеться вокруг золота. Когда его надо купить, важно понизить ему цену. Когда надо его продать, желательно ее поднять. Я уже сказал тебе, что за зеленые бумажки получают все самое дорогое. Сейчас американцы бросили в этот мир очередную утку, косточку, чтобы страны ее погрызли. А суть этой косточки заключается в том, что они объявили золото товаром. Ты хочешь сказать, перебил Ванин, что и доллар, и золото теперь находятся в одной корзине товаров? Да, воскликнул Иуда. Понимаешь теперь, где собака зарыта? И они бешено скупают золото. Не то, которое виртуальное, и что торгуется на финансовых площадках и на биржах, а настоящее, причем в мире виртуального золота, на сегодняшний день продано в 12 раз больше, чем реально его существует на рынке, и это орудие манипуляции его ценой. Ты хочешь сказать, что золото это только то, что лежит у тебя в сейфе или в кармане? Задал Иудя вопрос, и, догадываясь, какой получит ответ, Ванин. Да, ответил Иуда и продолжил. Ты можешь спросить меня, как же можно так лихо управлять мировыми финансовыми рынками в одиночку? Нет, не в одиночку. У ФРС есть очень сильные помощники. Это крупнейшие банки мира, которые являются вассалами ФРС. И ты их знаешь. У них никогда не бывает проблемы с наличностью, и их главное предназначение играть в команде, подчинив себя единой цели. А в обычной жизни они неспеша превращают бумажки долларов и евро в золото и складывают их в укромных местах, как у вас говорят в кубышку. В итоге деньги начинают дешеветь, а их требуется все больше для реального сектора экономики, который начинает задыхаться от безденежья и сворачивает производство. Индексировать инфляцию можно только частично, и, как ты знаешь, это только ускоряет кризисное явление. Складывается парадокс. Деньги есть, но они дешевые, много на них не купишь товара. Но через некоторое время и товаров становится все меньше, и все, бух, кризис. Остановилось производство, появилась безработица, на улицах митинги, либеральные демагоги, лучшие друзья кризисных явлений, нагнетают политическую обстановку. В итоге происходит чистка, то бишь опустошение карманов, остановка производства, смена власти. Побузили и перестали. А жить-то надо дальше. Для этого нужны деньги, кому обращаться. А вот они, банки. Но не все банки уцелели, уцелели только нужные. Вам нужны деньги, спрашивают уцелели. Пожалуйста, мы готовы вам помочь. И снова начинают из бумаг делать золото, помогая жалким людишкам создавать товары первой необходимости. Так что же мне делать, спросил Ванин. Ситуация такая, что мой бизнес, это как щепка в океане. Купи золото, только не виртуальное, а реальное, и уходи в политику. Займись политикой. Чем? переспросил Ванин. Я не оговорился, продолжил Иуда из Кориота. Займись политикой. Почему именно политикой? Не унимался Ванин. Потому что самые большие деньги делаются именно там, искусством возможного, из древле называли политику. Это истинная правда. Я свидетельствую. За теми банкирами, которые управляют миром, тебе не угнаться. А здесь ты найдешь свое место. Ты меня озадачил Иуда, удивленно сказал Ванин, пытаясь понять глубинный смысл слов, произнесенных Иудой. Ты, брат, подумай на досуге о моем предложении. Обязательно подумаю, согласился Ванин. И помни, у тебя, брат мой, есть я, Иуда. Это значительно больше того, что есть у других. Помни об этом и о том, что меня прислал он. Иуда исчез так же внезапно, как и появился. Ванин вышел из-за стола, открыл дверь в приемную. Евгения Петровна увидав шефа, с трудом оторвала прилипший к столу огромный бюст и заговорщицки сообщила. В переговорный Матвейчук ждет, когда вы освободитесь. Лица на нем нет. Очень плохой. Сделай нам туда два чая с лимоном и коньячку. Встретились они, как два самых близких человека. Обнялись, потерлись щеками, расселись. Евгения Петровна предупредительно разлила коньяк и открыла коробку шоколада. Друзья выпили. Ну, рассказывай, как все было. Может, Бритов нас за нос водит? Спросил Ванин в упор глядя на Матвейчука. Как Александр Иванович не любил прищур его голубых немигающих глаз, похожих, как ему сейчас показалось на взгляд питона, готово проглотить его вместе с туфлями. по которому был сделан прекрасный спектакль и в результате которого стала возможной сегодняшняя встреча. Это не все, жестко произнес Ванин. Что еще может быть хуже, злобно произнес Матвейчук. Это уже тебе судить. И Ванин положил на стол перед Александром Ивановичем оперативную сводку, которая должна быть на столе у заместителя министра внутренних дел завтра. Матвейчук взял листок и начал его читать. По мере углубления в текст его лицо меняло окраску как шкура хамелеона. Оно становилось то пурпурно-красным, то зеленым, то белым, и было отчего. Что делать, простонал Матвейчук молящими глазами, впившись Ванина. Бритов сказал, если не хотите последствий, не желаете жрать баланду и хотите остаться добрыми приятелями, то про деньги надо забыть. Ты хочешь сказать, что надо оставить их этим ворюгам проклятым? Но видишь ли, в бумагах они пишут, что предварительно главный ворюга это я, а взяточник это ты. Матвейчук не унимался, сволочи. Он налил себе коньяку и залпом осушил бокал. Ванин продолжал, с меня тоже взяли объяснительную подписку о невыезде. И что ты написал? спросил встревоженный Батвейчук. Что написал? Да не волнуйся ты так, успокоил его Ванин. Я написал, что понятия не имею о происхождении этих денег, и как они оказались у Матвейчука, я не знаю. И мой банкир отказался от них. Как? взявил Матвейчук. Выходит, что во всем виноват мой сын? Нет, успокоил его Сергей Арнольдович. Саша тоже написал, что по договоренности с тобой пришел пообедать в ресторане. К нему на входе из машины подошел человек и вручил кейс лично для тебя. Человек этого он не видел и встретил его впервые в своей жизни. Матвейчук молчал. Видно было, как у него бешено двигаются желваки. Решение только за тобой. Для меня эти деньги уже потеряны, надо репутацию спасать. Хорошо, я согласен, выдавил из себя Матвейчук. Пусть подавятся этими деньгами. Они их счастливыми не сделают. Вот и правильно, одобрил его Сергей Арнольдович. Всех денег не заработаешь. И разлил остатки коньяка по бокалам. Только передай этому жулику Бритову, чтобы никому не ни, попросил Матвейчук. Нет, Александр Иванович, уволь, возразил ему Ванин. Ты платишь, ты заказывай музыку. С этими мудаками я общаться не буду. Матвейчука раздирали двойственные чувства. С одной стороны, он был доволен, что делу не дали ход, а с другой, он был зол на самого себя, из-за того, что по собственной дурости заплатил не только за свою беспечность, но и прикрыл задницу Ванину. Когда стали прощаться, Сергей Арнольдович достал из кармана маленькую коробочку, в которой лежала флешка. Что это? спросил Матвейчук. На досуге послушай, тебе понравится. Через пару часов Александр Иванович уже был у себя в рабочем кабинете и, удобно усевшись перед компьютером, подсоединил флешку, клацнул мышкой и стал слушать. У тебя «А что там?» «Пять миллионов евро и еще пакет красный. Это для мамы». «Ты открывал, смотрел?» «Да, все на месте». «Ну, конечно, вот сука жид пархатый. Сколько занос водил, а на поверху оказалось порядочный человек». «Он нормальный мужик, папа». «Нормальный?» «Да ты знаешь, сколько он хапнул на этой магистрали, которую я ему на блюдечке принес?» «Он деньги тащит сволочь. Но перестань ты. Человек делает тебе добро, а ты на него дерьмо льешь. Нехорошо, папа». «Что нехорошо?» «Нехорошо, что у меня ничего нет, а у этого яйцеголового все, что не пожелает». «Успокойся ты, не гниви Бога, жди меня на месте, через полчаса подъеду». Матвейчук еще долго молчал. К вечеру его доставили в склиф с диагнозом инфаркт миокарда. Больше со своим бывшим заместителем он никогда не встречался и провел остаток жизни на дачном участке, полученном еще в бытность свою министром. Что касается Александра, он был вполне доволен своей судьбой и вскоре стал правой рукой Кости Скворцова. С отцом о работе они никогда не говорили, обоим это было неприятно. Часть четвертая Новая волна Если у кого-то нет денег, то обязательно найдется кто-то другой, у кого этих денег хоть пруд пруди. Так кажется во всяком случае тем, у кого их нет. Сергей Арнольдович естественно относился к той категории людей, у кого деньги водились и немалые. Однако после разговора с Иудой у него в голове произошла резкая смена понятий. Сергей Арнольдович и раньше понимал, что денег много не бывает, но теперь почти реально представлял зеленый доллар США как лучший в мире товар, пользующийся невероятным спросом. Он ощущал себя нищим в этом океане зеленых денежных знаков, из которых лишь мизерная долька принадлежала ему, Ванину, Сергею Арнольдовичу. Но больше всего его угнетало то неравенство, в котором одни богатеют просто от того, что печатают деньги и скупают золото, а другие, чтобы их получить, должны ломать себе голову и с утра до вечера трудиться, не покладая рук. Обычная работа банка, кредиты, депозиты, инвестиции, в одно мгновение ему стало неинтересно. Нет, он вовсе не собирался закрывать свой бизнес или ликвидировать созданные им структуры. Не тот это был человек. Сергей Арнольдович предался своему любимому занятию, думать и еще раз думать, думать, как сделать много денег. И вот в это самое время, когда слово кризис прочно заняло свое место в скудном словарном запасе широких трудящихся масс и употреблялось непременно с неприличным словосочетанием, удача упала с неба на голову господина Ванина. правительство приняло решение выделить долгосрочный кредит банковскому сектору в целях стабилизации финансовой системы и в числе счастливчиков оказался банк, владельцем которого был Сергей Арнольдович. Однако неожиданно подвалившее счастье не загасило бурлящий котел его неутомимого мозга. Правду, говорят люди, легкие деньги ищут еще более легкие. Как-то во время очередного сбора промышленников и предпринимателей, где собиравшиеся там люди говорили одновременно обо всем и ни о чем, куда по совету Матвийчука Ванин стал наведываться чаще, к нему подошел старинный приятель Трешкин Владимир Яковлевич. Это был серьезный бизнесмен, выходец из силовых структур, человек, который для всех был свой в доску, владелец заводов, газет, пароходов. Это был коренастый мужчина невысокого роста с выдающимся животиком, короткой стрижкой жестких черных волос на круглой голове, которой совершенно неудачно был прикреплен массивный нос, из-под которого выглядывали элегантные усы мушка. Брюки он носил на подтяжках и были они у него всегда задраны. Все это придавало его фигуре весьма импозантный вид, что-то между Григорием Котовским, героем-бабником Гражданской войны и Чарли Чаплином, великим комиком. Между собой бизнесмены называли Владимира Яковлевича Гитлером. Надо сказать, что за внешней комичностью образа господина Трешкина в нем скрывался очень тонкий и извращенный ум аналитика, человека, много чего повидавшего и знавшего в этой жизни. Поговаривали, что он серьезно интересуется политикой и вхож во многие властные структуры, и что якобы там он свой человек. Еще поговаривали, что заслуги Трешкина перед государством столь значительны, что перед ним открыты любые двери. Однако на людях Владимир Яковлевич был сама душка и балагур. Он производил впечатление безвредного и всем нужного человека, этакого удачливого баловня судьбы. Но это было только первое впечатление. Сергей Арнольдович каким-то внутренним чутьем ощущал опасность, исходящую от этого человека, и держался с ним всегда по-приятельски, но на расстоянии. Ванина смущала навязчивая простота Трешкина в общении и понебратство. Он видел наигранность в его действиях, но всякий раз, когда встречался с ним, не мог понять, для чего все это. Вот и в этот раз Владимир Яковлевич запросто убнял Ванина, изображая себя закадычного друга. Здорово, старина! Ванин постарался изобразить на лице радость. Слыхал, у тебя все чин-чинарем, гремел Трешкин. Трудимся помаленьку, отвечал Сергей Арнольдович, стараемся быть не хуже других. Ты не хуже, ты лучше из нас. Знаешь, как в анекдоте про татарина? Ну, поговорка эта, незваный гость хуже татарина. Мужик незваный гость лучше татарина. Шутка. Как ты, Сергей Арнольдович, как дела? Все хорошо, отвечал Ванин. Сам-то как? Что я? Трешкин маленький человек, в родном отечестве ему развернуться не дают. Видать, фамилия не та. Я все больше по заграницам, покупаю отели, гостиницы, пытаюсь соотечественников завлечь, бизнес наладить. И как? Получается? Поинтересовался Ванин, в полной мере отдавая себе отчет в том, что Трешкин гонит пургу. И подошел он к нему не просто так. Не такие они с ним приятели, чтобы встречаться так радостно и восторженно на людях. Значит, чего-то хочет. Послушай, Сергей Арнольдович, у меня есть одна интересная тема. Хочу ее с тобой обговорить. Я неделю буду в Москве. Может, выкроешь время для старого товарища. Почему нет? Радостно ответил Ванин, желавший как можно быстрее прекратить разговор. С хорошим человеком завсегда приятно пообщаться, тем более по делу. Выкрою время и позвоню. Лады? Если Трешкин знал, какие вопросы он поставит перед Ванином, то сам Сергей Арнольдович был в полном неведении, а так как он терпеть не мог неизвестность и различные сюрпризы, то принял решение, которое может быть в подобных ситуациях было единственно правильное. Сергей Арнольдович решил собрать максимум информации о подноготной Владимира Яковлевича Трешкина. Вернувшись на работу, Ванин вызвал своего помощника по экономической безопасности Попова Валерия Андреевича. Об этом человеке мы пока практически ничего не знаем, потому как его служба на первый взгляд как будто не видна, но без нее и без этого человека трудно было бы представить работу всей паутиной бизнеса, сплетенного господином Ванином. Валерий Андреевич был бывшим офицером Федеральной службы охраны и не простым охранником, а системным аналитиком, соответствующим образованием, подготовкой и богатым опытом. Уволившись 42 года с полной выслугой лет, он нашел прекрасную работу по специальности у Сергея Арнольдовича и служил ему верой и правдой. Он обладал удивительной коммуникабельностью, сформированных людей и умел дружить с пользой для дела. Это полезное подспоре позволяло дополнять недостающие звенья в логике событий, явлений и фактов. Получив задание от шефа, попов в первую очередь о задачу приятеля сослуживцев, являющихся его доверенными лицами, и уже во вторую дал задание подчиненным выжать всю возможную информацию из интернета. Был у Сергея Арнольдовича еще один незаметный человечек, Георгий Иванович Сургучев, или просто Жорик Сургуч по кличке Вирус, компьютерный гений, была у него одна слабость рыться в чужих базах данных. Когда его поймал за руку Бритов, парню грозил реальный срок, Ванин спас его от тюрьмы и позволил ему направить свои гениальные способности на благо ему, Сергею Арнольдовичу. С Жориком Сургучем они никогда не встречались в офисах и на людях. Хакер, разбойник и слухач Сургуч жил в том же доме, где и шеф, только в другом подъезде и на съемной квартире. Не стоит сомневаться в том, что квартира эта принадлежала Сергею Арнольдовичу. Зарплата Сургуча устраивала, и он ее отрабатывал сполна. Кроме того, он продолжал заниматься любимым делом. А что еще нужно человеку для счастья? Жорик разработал канал связи, доступный только ему Иванину. Но главной его гордостью был выведенный им вирус, который достаточно было запустить в компьютерную сеть на чей-нибудь электронный адрес, как вся информация мгновенно перекачивалась на жесткий диск компьютера Жорика. Затем вирус убивал сам себя. С помощью этого вируса из любого компьютера можно было вытряхивать все. Засылать его адресату не составляло никакой сложности. Сделав свою работу, вирус самоликвидировался, не оставляя никаких следов. То же самое Жорик делал с мобильниками. Ванин, подключев к компьютере Яндекс, в новостях набрал нужную группу цифр. Через секунду на экране появилась небритая рожа Жорика Сургучева в больших очках типа велосипед. Здравствуйте, Георгий Иванович, попрестово его Ванин. Привет, шеф, отозвался Жорик, махнув Сергея Арнольдович рукой. За спиной у Сургучева на большом зеленом диване сидела дородная девица, на которой из одежды были только крупные цветные бусы и полотенце, слегка прикрывавшие наготу. Закинув ногу на ногу, дама пилочкой обрабатывала коготки, держа во рту тонкую сигарету. Кучеряво живешь, заметил Ванин, намекая на даму. Балусь иногда. Время нет ходить, вот и пользуюсь общей телкой, что значит общей, не скрывая своего удивления, спросил Ванин. А то и значит, у меня двое приятелей, которые, как и я, из компании вылазят. Работы много, вот и имеем одну телку втроем, сегодня моя очередь. Разумно поддержал его Ванин, но я по делу, записывай, Трешкин Владимир Яковлевич, бизнесмен, владелец Steel Energetic, пока все. Нужно собрать всю возможную информацию, даже невозможную. Прослушку мобильника поставь немедленно и не снимай, пока я не дам отбой. Цель, спросил Жорик. Пока цель одна, повышенный интерес. Нужен максимум информации обо всем, чем занимается, о чем говорит, с кем дружит. Понял, если узнаешь что-то, представляющее особую важность, звони немедленно, в любое время дня. Ну, все, работаем. Пока. Дама вознатная, дама, словно услыхав эти слова, повернулась к монитору и показала Ванину язык. В ответ он рассмеялся и сразу же выключил компьютер. Это было обязательным условием при завершении сеанса связи. Странный парень этот жорик, подумал Сергей Арнольдович. Пять лет работает у меня и ничего за это время не попросил. Имеет гениальные мозги, сам пишет программы, может взломать любой сервер, любой код, войти в самые секретные сайты и базы данных, только на этом мог бы делать миллионы. Нет, не хочет. С утра до вечера в игрушки какие-то играет, не понимаю, надо бы присмотреть за ним. Между тем Ванин дистанционно контролировал базу данных Жорика и мог ее уничтожить, находясь перед своим компьютером, но кто знает, что взбредет в голову этому компьютерному гению. По большому счету он ведь зарплата позволяла ему жить безбедно, путешествовать по миру. Квартира, в которой он жил, со временем могла перейти к нему в собственность, если бы, конечно, Ванин этого захотел. Пока же мальчишке было за что держаться. Надо бы дело ему какое-нибудь озорное дать. Судя по повадкам, пацан большой выдумщик. Вспомнив даму с сигаретой, подумал Сергей Арнольдович. Прервал мысли Ванина тихий и уже затеваясь господином Трешкиным. Это был голос Иуды. Ванин обернулся. Тот стоял за спинкой его кресла, небритый, в своем мешковатом балахоне. Опять ты? Спокойно отозвался Сергей Арнольдович. Кто же может быть еще, брат мой? Мог бы привести себя в порядок, заметил Ванин. В офис все-таки пришел не на молебен. Давно тебя таким помятым не видел. Перестань ворчать, ответил Иуда. Дело у меня не в проворот, а что касается переодеться, то ничего нет проще. Иуда сделал вокруг себя оборот и оказался в шикарном сером костюме в темно-вишневую полоску, в голубой сорочке с темно-розовым галстуком. Ванин оценил перевоплощение. Черт, у тебя лучше, чем у меня. Его поразили черные замшевые туфли Иуды с лаковыми носами. Иуда, ты очень импозантен. Можешь меня пощупать, разрешил тот. Сергей Арнольдович машинально взял его за рукав, но там ничего не было. Пусто. Иуда грустно улыбнулся. У тебя лучше. У меня все кажущееся. Так и в твоей жизни, что бы я тебе не советовал за поступки, слова, действия, перед людьми отвечать тебе. Наши с тобой разговоры, только наши, и существую я, только для тебя. Пусть так, согласился мне все равно с тобой лучше, чем без тебя. Правда? Наивным голосом спросил Иуда. Ты мне веришь? Как самому себе? Ответил ему Ванин и предложил сесть. Иуда вальяжно развалился в кресле. Так что будем делать с господином Трешкиным? Снова спросил он Сергея Арнольдовича. Я пока не могу ответить на этот вопрос. Собирай информацию. Через день-другой определюсь, но только после встречи с ним. Вот и хорошо, согласился Иуда. Надо встречаться и общаться. Там все и выяснится. Очень, очень беспокоит этот человек меня. Не волнуйся, успокоил его Иуда. Если бы намечалось что-нибудь эдакое, опасное, я бы почувствовал. Думаю, будет предложено нечто такое, от чего ты, брат мой, отказаться не сможешь. Но наверняка новенькая, так что готовься серьезно. Закончив свою мысль, Иуда резко сменил тему и задал Ванину вопрос, который тот никак не ожидал услышать. Брат мой, спросил он, помнишь, во время нашей третьей встречи у тебя дома, когда ты болел, ты вдруг вспомнил имя Марка Иосифовича. Кто это? Ванину не хотелось говорить на эту тему, но раз вопрос задан, надо отвечать, тем более какие могут быть секреты от Иуды. Это старая история из моей молодости и детства. Наверное, что-то дорогое и близкое. И да, и нет. Много воды утекло, ответил Сергей Арнольдович, мысленно возвращаясь в далекое прошлое. Я ведь рано лишился родителей, и меня с детства в основном воспитывали чужие люди. Отец умер, когда мне не было еще и пяти лет, мать до вечера. Марк Иосифович был преподавателем математики. У него было две дочери, Мария и Полина. За мной в основном ухаживала баба Лида, это мать моей матери. Наши семьи жили здесь, в Москве, в переулке на садовой каретной большой коммуналке. Кроме наших двух семей, там была еще одна семья фронтовика инвалида. Детей у них не было. Когда он напивался, начинал всех гонять. Его развлечением было снять по пьяному делу деревянную ногу и крушить ею все подряд. Милиция с ним ничего поделать не могла, орденоносец, член партии. Мне уже было, наверное, лет 13. Хулиганом я не был, все больше книжки любил читать. И вот как-то раз дядя Коля разошелся не на шутку. Шум, ругань, мат-перемат. Марк Иосифович, как интеллигентный человек, естественно, решил прекратить безобразие, вышел из комнаты, пытался говорить, но в итоге завязалась драка. Зрелище было очень смешное. Маленький Марк Иосифович и здоровый бугай на одной ноге, размахивающий в разные стороны своим протезом, чтобы садануть по голове Марка Иосифовича. Тут, значит, на дядю Кулю кидаюсь я и кусаю его за ногу. Он орет, падает на плиту, опрокидывает на себя бак, в котором его жена белье выварила. И что дальше, спросила Уда? Умер? Нет, какое там? Орал благим матом, обварился сильно, полгода лежал в больнице, жалобы писал во все инстанции, а кто будет его защищать? Бытовая травма по пьяному делу. Однако квартиру в новой хрущевке они получили первыми, их комната досталась Марку Иосифовичу. Они жили четверо одной маленькой комнатушки. Я с ними подружился. С семьей моей они как-то не общались, а вот я у них был почти каждый день, ну так сложилось. Он постоянно мною занимался. Благодаря ему я хорошо знал математику, физику, не уверен сейчас, закончил бы я вообще школу или нет. Вместе мы проводили многие вечера. А у него было так интересно, все стены в книгах, еще он играл на скрипке, я готов был слушать бесконечно. Ну а как же девочки? У них вероятно уже появились ухажеры к тому времени? Хитро щурить спросил Иуда. Девочки, это была моя вахта, я за ними смотрел как петух за курами. Сколько раз меня колотили пацаны со двора, не пересчитать. Через день ходил с разбитым носом, я не мог драться со всеми, и тогда у меня появилась тактика. Я терпеливо сносил все у меня и дрын специальный для этого дела появился. Они меня втроем, а я их по одному отлавливал. Вскоре они поняли, что я не отступлю. Отстали и от меня, и от девчонок. Потом получилось так, что мы с Полиной стали встречаться. Не заметить этого было невозможно. Баба Лида постоянно сращала меня. Ты, говорит, с девками не балуй. Сам попрыгаешь и утек, а ей с подолом ходить. Марк Иосифович мне доверял, знал, что я девчонок, особенно Полину, обижать не буду. Мы продолжали жить, как жили. Учились, гуляли, чудили, ходили в кино. Вскоре вся семья Марка Иосифовича переехала в Питер. Там ему дали квартиру от института, куда пригласили на работу, а нас переселили в текстильщики. Видимо, кому-то наша коммуналка в центре очень приглянулась. Мы с Полиной уже не могли встречаться, зато переписывались практически каждый день. Перед тем, как призваться в армию, я поехал в Ленинград. Марк Иосифович о моем приезде ничего не знал. Ваня ну молк, а Иуда не хотел спрашивать, что было дальше, и ждал, что Сергей Арнольдович сам продолжит рассказ. Там у нас с Полиной все и произошло. В Ашхабаде я узнал, что она беременна. Что делать? В мои планы это совершенно не входило. Короче, она почувствовала, что я к ней охладил. Потихоньку наша переписка начала затухать. Когда она узнала, что я отказался от положенного мне отпуска, то вообще перестала писать. К тому времени я уже точно знал, что семья это не мой удел. А ты знал, что уже к тому времени у нее родился ребенок? Да, знал. Последнее письмо от Ковалевских, это фамилия у них была такая. Писал Марк Иосифович. Тяжелое письмо было. Спокойное и тяжелое. Он сообщил, что у Полины родился мальчик, что у него такие же, как у меня, голубые глаза. Еще написал, что в жизни бывает всякое, но надо всегда оставаться человеком и помнить только хорошее. Просил за ребенка не беспокоиться и никогда их не тревожить напоминаниями о себе. Полина успокоилась. У нее своя жизнь, у тебя своя. Вот тем он и закончил свое письмо. Меня это вполне устраивало. Люди, они были очень порядочные, оставили меня в покое. «Почему ты, брат мой, ничего не рассказываешь о матери Полины, о жене Марка Иосифовича?» спросил Иуда. Ванина нисколько не смутил этот вопрос. «Она ничего никогда не говорила». Как это удивился Иуда. Она что, была глухонемая? «Нет», отвечал ему Сергей Арнольдович. «Во время войны на глазах у Александры Семеновны, так звали жену Марка Иосифовича, расстреляли всю ее семью. У нее был нервный срыв, а потом, как рассказывали, все прошло. Однако, после рождения детей, болезнь стала прогрессировать. Марк Иосифович, каких только врачей не привлекал. Ничего не получалось. Но вот чудо. С рождением внука, то есть сына Полины, она пошла на поправку, стала разговаривать и излечилась. Вот как, оказывается, бывает. «Да, на все воля Божья», ответил Иуда. «А что сын? Ты про него что-нибудь знаешь? Видел? Где он теперь? Ничего не знаю», отвечал Ванин. «И знать не хочу. Мы чужие люди. Да и вообще что я могу к нему испытывать? Что могу сказать ему в свое оправдание? Давай лучше закроем эту тему». «Давай», согласился Иуда. «Но я бы на твоем месте все же поинтересовался. В жизни всякое бывает. Не в каждом человеке течет твоя кровь». «Согласен», ответил Ванин. «Ну что поделаешь, у меня так сложилась судьба, у кого-то по-другому, и вообще их семья была глубоко верующей. Видимо, выздоровление Александры Семеновны произошло по воле Божьей именно в знак рождения внука. Поэтому, как я теперь это понимаю, в этом есть и доля моего участия. Не так ли, Иуда?» Вскоре подоспело время для информации о Трешкине. Первым докладывал Попов. Данные, изложенные в его рапорте, свидетельствовали о том, что Владимир Яковлевич владеет охранными предприятиями, которые оформлены на его супругу, торговой сетью супермаркетов Меркурий в нескольких странах Восточной Европы и в Москве, несколькими отелями в Болгарии и Черногории, прикупил санаторий в Карловых Варах, причем вся эта собственность была зарегистрирована в офшорах на Кипре, в Виржинских островах, на Белизе. По большому счету, ничего в этом нового и криминального не было, если бы ни одно обстоятельство. Документально было известно, что Трешкину принадлежит солидная доля крупного сталилитейного завода в Испании и там же крупный цементный завод. Именно эти активы делают его известным в бизнес-сообществе, а тут на тебе, их нет. Кроме того, все вышеперечисленные активы в странах Восточной Европы были заложены и даже судоходная компания, купленная в Италии. Выяснилось, что Трешкин получил в швейцарском банке кредит почти в миллиард долларов. Это все? спросил Ванин, выказывая всем своим видом явное недовольство работой Попова. Нет, отвечал ему Валерий Андреевич, показывая хитрую улыбку на своем бульдожьем лице, давая понять, что есть еще и другая информация. Попов наклонился поближе к лицу Ванина. В Южной Африке он купил два алмазных рудника. Да что ты, вырвался Сергей Арнольдович, вот молодец, играет по-крупному, один купил. Похоже, что нет, отвечал ему Попов, но главное не это. А что главное, спросил его Ванин, главное то, что сделка была совершена еще три года назад, и добыча идет полным ходом. Есть информация, что половина этих алмазов уходит к известному вы знаете, о ком я говорю, а вторая половина растворяется на черном рынке. Ай да Трешкин, ай да гусь. Ванин встал из-за стола и быстрыми шагами стал передвигаться по кабинету. Что же он делает с этими алмазами? Кому реализует? Попов стоял по стойке смирно, во весь свой двухметровый рост, и лишь морщ и лоб. Пока не знаю, Сергей Арнольдович, ответил он, «Но если дадите еще пару дней, может что и нароем?» «Валерий Андреевич», застанал Ванин, «у меня завтра крайний срок, должна состояться встреча с этим Трешкиным, мне информации не хватает, ты выкладываешь интересные факты, что без детализации я не могу принять решение, как с ними поступить». «Нет, ты не обижайся, то, что сделано, это здорово, но для серьезных переговоров в силу сложившихся обстоятельств мне нужен глубокий анализ». Затем он остановился перед Поповым, который так и не сдвинулся с места, и, взглянув на него своими голубыми, не мигающими глазами, сказал «Валера, дави еще, здесь есть что-то жареное». Попов ушел к себе, озадаченный шефом, а Сергей Арнольдович сел за компьютер, чтобы быстро связаться с Журиком. Гостей у Журика не было, но он по-прежнему был небрит. На столе у него ставила чашка с кофе, накрытая хлебом с колбасой. «Ну, чем порадуешь, бандит?» спросил Ванин. «Здравствуйте, Сергей Арнольдович, кое-что у меня для вас есть, расскажу вкратце, а потом вам занесу флешку, если вы в Москве». «Хорошо», сказал Ванин, «Рассказывай». Первое. Трешкин он Трешкин только в России. В Австрии он зарегистрирован как Рональд Райнхард. С 1983 года похоже был советским нелегалом. Так им и остался жить, по легенде. Там у него есть семья, жена и сын. У них собственный бизнес, медицинский центр, ресторан и кофейня. Всем делом заправляет его супруга. «Так может он до сих пор при погонах?» с тревожными нотками в голосе спросил Ванин. «Тогда мы залезли не на ту территорию и надо делать ноги?» «Что думаешь?» «Я думаю, что он не стал бы так рисковать и его начальники тоже. Видимо, у него было второе гражданство. Не важно, как и для чего получено. Важно, что он добропорядочный гражданин и честно платит налоги. Это все?» Ваня ждал еще чего-то, но это было уже горячо. «Есть еще одна информация, совершенно легальная, но вам, думаю, будет полезно знать. В ЮАР есть компания Diamond Star под юрисдикцией Африканской республики. Три года назад ее купила офшорная компания Help, зарегистрированная в Панаме. Так вот, владельцем этой компании является гражданин Австрии Рональд Райхард. Но теперь все ясно. Коробочка захлопнулась, воскликнул Ванин. Что прослушка? Журик показал флешку. Вот, будет весьма полезно посмотреть, сплошная политика. На этой здоровой ноте, наполненной позитивным негативом, они закончили свой диалог. Оставалось проанализировать содержимое флешки. Приехав на квартиру, Ванин приготовил легкий завтрак, состоящий из мороженого и кофе, и начал просматривать записи, полученные от Жорика. На экране появились три человека, вальяжно развалившихся в креслах из белой кожи. На журнальном столике стояли чашки и большой графин, видимо, с коньяком. Двоих Ванин знал хорошо, это был Трешкин, его не спутаешь ни с кем. Второй, бывший крупный руководитель и один из лидеров демократов эпохи Ельцина, Тенгиз Шамильевич Исмаилов. Третьим оказался левый молодежный активист с бритой головой в черном одеянии, иногда мелькающий на экранах новостей, Леонид Игурцов. О чем же они и гутарят, эти лебедь, рак и щука? Ванин прибавил звук. Странно, вдруг подумал Сергей Арнольдович, почему Иуда появляется только на работе, а не на даче, не на квартире? Как было бы хорошо сейчас вдвоем послушать этих трех мудозвонов. На экране монитора Трешкин эффектно закурил сигару и выпустил кольцо табачного дыма. Ну что, господа, обратился он к собравшимся, скоро выборы президента, событие исключительной важности. Что бы там ни говорили, нынешний хозяин Кремля уйдет, есть конституция, общественное мнение, в конце концов, он не рискнет оставаться на третий срок. И что из этого? Саркастично ответил ему Огурцов. Неужели вы думаете, что в Кремле нет подходящего кандидата из своей команды, или вы в натуре рассчитываете победить на этих выборах? Вы неправильно поняли меня, Леонид, как бы извиняясь, заговорил Трешкин. Речь идет не о победе, а о совершенно другом. Вы, как политик-практик, сделавший себе имя на баррикадах и на митингах, лучше других понимаете, что в России сейчас не существует реальной силы, способной произвести смену власти. Революционно-демократический потенциал народных масс затушили пожарной струей при либерализации общества под лозунгом «Обогащайся, кто может и как может». В результате, кто был никем, тот стал ничем. Я не понимаю вас, Владимир Яковлевич. Для чего вы меня пригласили? Наши организации, союзники наши по борьбе за свободу и независимость России и русского народа давно определили свои цели и задачи. Более того, реально, кроме нас, никто ничего конкретного не делает. Мы единственные, кто борется против этого режима. Посмотрите телевизор. Если кто-то и борется за свободу России, так это я и мои сторонники, а не эти чинуши, оторванные от кормушки, называющие себя либеральной оппозицией. Им власть нужна как воздух. Им хочется рулить и грабить. Вы на их лица посмотрите. Тихо, тихо, господин Огурцов, остановил его Тенгис Шамильевич. Мы же с вами не на митинге. И какие вы нахрен борцы? Мозги пудрить. Трудящимся массам надо там, а не здесь. Здесь надо дело делать. Огурцов опешил. Ванин догадался по обалдевшему лицу левого лидера, что встреча с Исмаиловым проходит у них в первый раз, но похоже, что совершенно не случайно. Так оно и оказалось. Обстановку разрулил Трешкин. Господа, я предлагаю выпить по бокалу и направить нашу встречу в позитивное русло. Когда выпили, и Трешкин снова раскурил свою сигару, он, словно невзначай, сказал Огурцову, Леонид, с начала года по сегодняшний день вы получили, он взглянул на лист печатного текста, вы получили от меня наличными 5 миллионов долларов и 12 миллионов рублях. Это огромные деньги. Тут не выдержал Огурцов. Шум, который я поднимаю по стране, побуждая молодежь к действию, разве этого мало? Вы же видите, никому ничего не надо, с таким народом революцию не сделаешь. У меня ребята сидят во всех регионах, если бы не интернет, никого на улицу не выгонишь. Сегодня в интернете вам выдадут все, что хотите. Какой угодно лажи полно и компромата будут обсуждать, но на улицу и на митинги не пойдут. На Кремлите их не заставишь, на Белый дом тоже, а на деле, кроме бабулек да стариков, за три штуки рублей никто не пошевелится. Я держу бунтовщиков и специальной команды из студентов зазывал, которые обеспечивают митинги. Спасибо еще, что золотая молодежь есть. Те любят тусоваться, везде, быть ближе к народу. Больше всего этим козлам нравится вертеться перед камерами. Кабаки содержу, чтобы электорат по первой команде мог выйти на площади и митинговать. В каждом районе, в каждом округе такой кабак может принять 300-400 человек. А что может быть более привлекательным, после митинга такая халява? вот туда деньги уходят, а пресса, с ней тоже надо работать, чтобы она показывала то, что нам надо. А то ведь в таком ракурсе преподнесут, что и на улицу не выйдешь. Всем надо платить. Мы ведь не летим к власти на волне революционного подъема, мы гоним эту волну. Такова реальность, господа, закончил Леонид и театрально дернул бритой головой, как бы говоря, «Уж я-то свой хлеб отрабатываю». «Что правда, то правда. Шумите вы действительно много», вступил в диалог Исмаилов. «Это тоже надо. Главным образом для того, чтобы страна знала своих героев. Но для реального дела это мышиная возня. Вы должны трезво давать оценку всем своим мероприятиям. Скажите, Леонид, кроме нас, Владимиром Яковлевичем, кто еще спонсирует вашу деятельность. Вы ведь достаточно одиозны в лице общественного сознания. Если есть еще кто-то кроме нас, мы должны знать своих молочных братьев. Итак, кто они и что собой представляют?» После минутной паузы, которая начала перерастать в неприлично долгое молчание, Огурцов еле слышно ответил, «Мы тесно сотрудничаем с некоммерческими организациями и всеми теми, кто нам симпатизирует». «И много их, кто вам симпатизирует?» снова спросил Исмаилов. «Я уже сказал, что это НКО, главным образом из США, Германии, Франции, Польши и структуры националистического толка. И что, все они вас спонсируют как мы?» уже не удержался от вопроса Трешкин. «Как вы никто», ответил Трешкину. «Может, мы не тем делом занимаемся? Вот где надо деньги делать. Все несут, только шуми». «Что они от вас требуют взамен?» продолжал допытываться Владимир Яковлевич. «Ну, господа», возмутился Огурцов, «меня в прокуратуре так не допрашивали». «Там, дорогой, так не имеет права», возразил Исмаилов. «Это почему же?» удивился Леонид, оскорбленный такой постановкой вопроса. «Потому что они тебе денег не платят. Понимаешь, Леня?» «Да, да, я понял», смущенно ответил Огурцов. «В том, что они просят, нет секрета». У НКОшников одна просьба побольше шельмовать перед камерами правительства и выкидывать громкие лозунги, обливающие грязью всех известных политиков страны, но, естественно, тех, которые при власти. Что касается националистов, им нужны наши люди во время их выступлений, иногда требуют поддержать фанатов футбольных, иногда необходимо подбросить побольше людей на их выступлениях, иногда мы приглашаем для их увеличения численности. В общем, сотрудничаем и сотрудничаем неплохо. Ну что же, это уже хорошо, то есть вы не одни, есть какая-то координация, есть какое-то взаимодействие, поддержал его Трешкин. Будем считать, что о проделанной работе за первое полугодие вы, Леонид Васильевич, отчитались, ну, скажем, на тройку с плюсом, только попрошу вас где-то через недельку дайте мне отчет о том, куда ушли выделенные вам деньги, и сколько у вас на сегодняшний день имеется в сухом остатке. Это уже слишком, возмутился Огурцов. А что вы хотите, с издевкой спросил Исмаилов. У вас не было ни одного серьезного политического выступления. Вы, как пьяные десантники, купаетесь в фонтанах, сбираетесь на памятники, бускаете ОМОН, а за все, извините, платим мы. Такие мероприятия можно проводить и без наших денег, поэтому напишите все, как и что было сделано. Может быть, вы что-то и упустили? Тогда добавьте. Мы все принимаем, что идет на пользу. Нам нужна не шобла обкуренных и бухих отщепенцев из эротического клуба, не команда очумелых старушек, подогретых водкой и деньгами. Нам нужны серьезные люди с живым интересом, здоровым блеском в глазах. Нам нужна организация с железной дисциплиной, четкими целями и конкретными задачами. Ничего подобного у вас нет. Нам надо, чтобы ваш выход на митинг сотрясал страну политическими лозунгами, чтобы эти лозунги были близки и понятны народу, чтобы вашего появления на экранах ждали, чтобы молодежь российская мечтала вступить в ваши ряды. Исмаилов помолчал и добавил, чтобы власть хотела встречаться с теми, кто за вами стоит. После этой фразы Трешкин и Исмаилов многозначительно переглянулись. «Ты можешь это сделать, Леонид?» спросил его Владимир Яковлевич, явно возбужденной горячей революционной речью своего товарища. Огурцов налил себе полный бокал коньяка и залпом выпил, даже не поморщившись. «Сегодня?» — нет, честно и спокойно ответил он, «не смогу». «И что прикажете нам делать, Леонид Васильевич?» «Продолжать швырять деньги в вашу прорву?» спросил его Трешкин. «Согласитесь, что это сомнительное удовольствие». Огурцов перебил Трешкина неожиданным и даже дерзким вопросом. «А почему вы, господа хорошие, капиталисты и финансисты, спонсируете неправые парламентские партии, которые сейчас при власти, или несистемную правую оппозицию, близкую вам по духу, а лезьте ко мне, к тому, кто по идеологическим соображениям является вашим врагом. Зачем вам это?» Наступила тишина. Неловкую паузу прервал Исмаилов. «Леонид», обратился он к Огурцову, «если я тебе отвечу так?» «Ты нам глубоко симпатичен, тебя такой ответ устраивает?» «На данном этапе развития наших отношений?» «Да». Сказав это, Огурцов посмотрел снова на часы. «Извините, господа, мое время истекло». Он встал, улыбаясь, позволил двум буржуям пожать свою руку и покинул помещение. «Круто, ничего не скажешь», произнес Ванин, делая последний глоток кофе. Однако спектакль продолжался. В помещении остались Трешкин и Исмаилов. Исмаилов поднял руку вверх, и в комнату вошла умопомрачительная внешность блондинка в очень коротком платье. Наблюдая за сценой через экран монитора, Сергей Арнольдович приподнялся в кресле. «Хороша, бестия!» Невольно соскочили с губ слова. «Хороша!» «Алла», обратился к ней Исмаилов, «нам кофе и сладкое. Нас, пожалуйста, ни с кем не соединять». Пока девица прибирала со стола, Трешкин не сводил с красавицы глаз. Видимо, это зрелище дорого стоило Владимиру Яковлевичу, потому что когда Алла ушла, он судорожно вытер спотевший лоб носовым платком. «Понравилось?» спросил его Исмаилов. «Высший класс?» «Пятьсот тысяч зеленью заплатил», гордо объявил Исмаилов. «Кому?» спросил Трешкин. «О, а ты не знаешь». «Он один у нас в стране такой». «Понятно», ответил Трешкин. «Так, какие наши планы?» спросил Исмаилов. «Будем действовать, как договорились?» «У меня завтра встреча с Ваниным», объявил он Исмаилову. «Это тот самый, который раньше министром был, кажется?» «Нет», отвечал Трешкин, «заместителем у Матвейчука». «Помню, помню, дельный мужик». «Сейчас у него банки, строительные подряды, заводы какие-то за Уралом». «Развернулся хорошо». «Молодец. Передай привет от меня». «Обязательно передам». «А что за тема?» «Тема наша с тобой инвестиции в политику. Может, крутанем?» Ванин внимательно смотрел и слушал. Он догадался, что главная, а именно стратегическая задача, ради которой здесь был Огурцов, оказалась за кадром. И теперь осталось только гадать. В комнате вновь появилась Алла. Она подошла к Исмаилову и что-то шепнула ему на ухо. Исмаилов высоко поднял брови, воскликнув при этом. «Пришел? Проси». К сожалению, дальнейшее развитие встречи посмотреть не удалось. Запись прервалась. Сергей Арнольдович тут же организовал сеанс связи с Жориком. «Слушаю, шеф». Отозвалась на вызов небритая физиономия Сургучева, которая, как казалось, вообще никогда не отходит от экрана компьютера. «Георгий Иванович, очень полезная информация. Как ты смог сделать эту запись?» поинтересовался он. «Это невозможно без доступа в помещение?» «Это мой профессиональный секрет», гордо ответил ему Сургучев, явно польщенный оценкой Иванина. «Ну, не хочешь отвечать, не отвечай. Напишешь в рапорте». «Зачем же сразу в рапорте? Я что, при погонах?» «Не при погонах, но я должен знать все, потому что если тебя возьмут за одно место, кроме меня тебя никто не вытащит, так что выкладывай без лишней скромности». Видно было даже на экране, как побледнела физиономия Жорика. Он снял свои очки велосипеда с толстыми линзами и, слеповато щурясь, открыл секрет. Этот Исмаилов зациклен на видеозаписях. У него в доме везде стоят камеры, у охраны к ним доступа нет, а в доме он все смотрит сам. Включает через дистанционный пульт и выводит на экран своего компьютера в рабочем кабинете. «И что ты хочешь этим сказать? Что ты подключился к его личной системе наблюдения, не побывав у него дома?» спросил Сергей Арнольдович. «Если это так, то ты, Жора, очень опасный человек не только для людей, но и для государства». «Шеф, вы меня специально пугаете? Или у вас сегодня настроение плохое?» слегка огрызнулся хакер и продолжил. «Просто человек, который настраивал Исмаилову эту аппаратуру, оказался моим хорошим приятелем, а эти ребята большие шутники. Он оставил у себя коды доступа, чтобы иногда можно было посмотреть веселые картинки». Жорик смутился. «На этого аксакала смотреть смешно, но вот Аллочка, вы видели, это что-то. Мне пришлось ребят припугнуть и все у них отобрать, и коды, и компьютеры, носители, даже вирус свой запустил». Ванин слушал и молчал. Он думал. «Думал, что это бомба ужасной разрушительной силы. Надо только грамотно выбрать время, место и цель. Надеюсь, Жора, ты понимаешь, что если, не дай Бог, где-нибудь эта информация появится, я даже крышки гроба твоего не найду, чтобы хлопнуть по ней на прощание. Это очень серьезные люди». Сергей Арнольдович, не беспокойтесь, вы, наверное, забыли, чей я ученик. «Ты вправду неплохой ученик», похвалил его Ванин. «Ну, а кто же к нему пришел после Огурцова?» «Не знаю», ответил Сургучев. Сразу все было выключено самим Исмаиловым. «Странно», подумал Сергей Арнольдович, «казалось бы, если ты такой любитель делать записи, в том числе и постельные, почему тогда столь важную встречу, ты, дорогой Исмаилов, не захотел запечатлеть, здесь что-то не так?» Ванину захотелось разобраться в этой таинственной встрече, но он не стал задавать вопросы Жорику, понимая, что больше ничего нового тут ему не скажет. «А как ты думаешь, все же спросил снова Сургучева, не могли ли они со своим гостем знать, что их будут слушать и писать? Я имею в виду, нет ли какой утечки информации?» «Это невозможно», уверенно ответил Жорик, «с технической точки зрения это выглядит так, будто запись осуществляет он сам, вы же видели, он сразу щелкнул пультом, этот Трешкин, заметили, как он засуетился, даже на ноги Теалы пялиться перестал». «Аргумент серьезный», полушутя согласился с ним Ванин, «а с человеческой точки зрения продолжал он давить на Жорика, с человеческой может быть что угодно, я не специалист», отвечал Сургучев, явно желающий уже закрыть эту тему, так как она показала, что абсолютная уверенность у него улетучивается, как воздух из пробитой покрышки, и это его пугало. Ванин понимал, что разговор надо заканчивать, а то энтузиазм, с которым Жорик взялся за дело, может быстро улетучиться. «Ну хорошо», успокоил он своего помощника, «работа отличная и полезная, получишь премию в обычном порядке». А что касается сомнений, то они должны быть всегда, особенно когда действия не вписываются в логику здравого смысла. На этой оптимистической ноте они закончили свое интернет-общение. Сергей Арнольдович долго не ложился спать, ему было необходимо проанализировать полученную информацию, понять роли место Тенгиза Исмаилова в делах Трешкина, и для чего им понадобился он, Ванин. «Мне кажется, брат мой, ты думаешь не в том направлении», услышал он знакомый голос Иуды. Сергей Арнольдович обернулся, на его любимом диване, удобно развалившись, сидел Иуда из кариота, закинув ногу на ногу, обнажив свои трофейные сандалии. «Ну здравствуй, дорогой», поприветствовал его Ванин, «ты как нельзя кстати». «К тебе, брат мой, я всегда прихожу кстати». «Ты хочешь сказать, что ходишь еще к кому-то?» обиженно спросил Сергей Арнольдович. «Я уже отвечал на этот вопрос, ты что забыл?» «Забыл», признался Ванин, «тогда я тебе напомню, я всегда есть, когда я с кем-то, то ли с тобой, то ли с другим человеком, но обязательно запомни наконец, в данном случае я с тобой и никого в этом мире кроме нас нет. Я ангел души твоей, помощник твой друг, не так ли, брат мой? «Извини, Иуда, я, наверное, переутомился», тихо произнес Ванин, «работы много и главным образом бестолковая. И вообще, куда ни посмотришь, все не так, ни в чем не вижу радости и смысла. А как же Анна, детишки? Ты же так их всех любишь». «Конечно люблю», улыбнулся Сергей Арнольдович. «Сейчас они в Лондоне, решили там пожить. Юлечка учится в Королевском колледже, языки изучает, на днях собираюсь полететь к ним». «Ну и правильно», согласился Иуда, «нечего одному куковать, так и с ума сойти не мудрено». «Я не сойду», заверил Сергей Арнольдович, «работа не позволят». «О, ты не прав», возразил Иуда, «работа для того и существует, чтобы человек вложил себя в ничто и получил что-то конкретное, и чем больше вы, люди, создаете это конкретное вокруг себя, дом, квартира, машина и прочее, тем меньше вас самих остается». «Я говорю, о душе», заключил он. «Интересная точка зрения», сказал ему Ванин. «Я никогда об этом не думал. Если это так, то мне на этом свете не так уж много и осталось». «Хм, а ты как думал, брат мой? Тебе уже седьмой десяток, а ты все еще в опасные игры играешь. Пора и прекратить». «Ты про что это?» насторожился Ванин. «Я про твои предстоящие дела с Трешкиным и Исмаиловым». «Ты в курсе?» «Да». «И что мне делать?» «Я никогда не сталкивался с такой ситуацией. По-моему, здесь замешана политика, а мне бы очень не хотелось туда влезать». «Что скажешь?» Иванин, подойдя к дивану, сел рядом с Иудой. «Политика опасная вещь. Мы с тобой об этом уже говорили, но тебя там ждут. В твоем возрасте от политики, как правило, многих тошнит, но вот деньги делать на политике, вернее, на тех, кто туда рвется или занимается политикой, можно и нужно. Так было всегда. Ты считаешь, что на этом можно делать деньги?» Ванин был удивлен таким умозаключением Иуды. «Не только считаю, но и знаю», ответил тот. «Это как?» «Давай рассуждать», стал развивать идею Иуда. «Чтобы добраться до вершины власти, люди проходят весьма непростой путь своей жизни. Сейчас все надо делать самому и своими руками. Для многих храм это не то, о чем мы с тобой говорили, а другое, власть, например. Дойдя до своего храма, человек стремится прочно занять свою нишу и сидеть там до конца дней своих. У одного храм огромный, один на всю страну, у других, у подножия большого храма, главного храма, стоят маленькие храмы, ну, чуть поменьше. Владельцы храм, какой ковырнут, сколько дерьма из-под него выходит. И эту грязь по всем каналам телевизионным сотни раз повторяют, обсасывают, раздувают, приходит время и все тихо, а в храме сидит уже новый человек. Ты хочешь меня спросить, почему так происходит? Ваня согласно кивнул головой, отвечаю, добравшись до храма, каждый считает себя победителем в этой жизни и начинает писать легенду своего пути. Естественно, что как победитель пишет ее красиво, изысканно и ведет себя красиво на людях перед камерами. Ну, не как бог, конечно, но как полубог точно. И вдруг, когда все налажено, когда все прекрасно и хорошо, мир вокруг тебя великолепен, все танцует и поет, нечаянная утечка информации, абсолютно незначительная по объему, но глубокая по содержанию, информация, попавшая в интернет-портал или в какую-то дешевую газетенку через любого блогера, а затем и на экраны телевизора, сообщает, что хозяин такого-то храма не тот, за кого себя выдает, что он повязан в коррупции, замешан в убийстве, казнократ, развратник и вообще аморальный тип и прочее, прочее, прочее. Этот человек заплатит любые деньги для того, чтобы информация была уничтожена и сделана опровержение. Еще больше заплатит, если сам это узнает первым и получит возможность не дать ей хода. «Почему эти храмы можно разрушать именно в политике?» спросил Ванин. Иуда ответил сразу, «Не только в политике, везде, но в политике делаются не только самые большие деньги, но и наносятся самые жестокие увечья. Там достигается не только супербольшое богатство, но рядом с ним существуют и страшные потери, там слишком большие ставки, и политик боится не столько самого удара, к нему он, как правило, готов всегда. Мука заключается в ожидании этого удара, непростая там жизнь. Иуда, я не понимаю, к чему ты клонишь? Я пытаюсь тебе объяснить, что твои товарищи Трешкин и Исмаилов хотят создать структуру политического толка, которая будет сидеть на компромате и вышибать деньги из политиков, бизнесменов, чиновников, из всех тех, кто богат, известен или является публичным человеком? И что, спросил Ванин, ты первый в их списке? В кабинете наступила пугающая тишина. Иуда ждал, что ему ответит Сергей Арнольдович, а Ванин думал, что и сам подозревал что-то неладное от этого ловкача Трешкина, но все же спросил, на чем основаны такие умозаключения? Странный ты человек, ответил Иуда. А ты не задавался вопросом, почему запись разговора с Огурцовым произошла в доме Исмаилова через его систему наблюдения, если ты дал задание слушать Трешкина? Мы что, имеем дело со счастливым случаем? Или как это называть? Любопытно, согласился Ванин, крыть нечем. Дальше. Иуда продолжил. Такой человек, как Исмаилов, не позволит писать себя на пленку с какой-то девкой, даже очень хорошенькой. У него не то воспитание и национальность не та. Это не его дом. Запись сделана в каком-то доме приемов, частном, не исключено, принадлежащем ему же, Исмаилову. Но тебе это преподнесено как его дом. Между прочим, в его доме жена, пятеро детей и старики живут. Зачем там столько камер? И зачем такому человеку проводить встречи у себя в доме, где живет вся семья? У них это не принято? Согласен, пробормотал Ванин. Так что получается, Сургучеву подсунули эту запись? Ну, а как ты думаешь, удивился Иуда, можно такую телку, как Алла, держать в кругу семьи? Правильно говоришь, ответил Сергей Арнольдович. Получается, что Жорика обвели вокруг пальца, чтобы начать игру со мной? Это в лучшем случае, ответил ему Иуда Искариота. А в худшем? В худшем твой Жорик с ними заодно, ответил Иуда, будучи уверенным в правоте своих слов. Трудно в это поверить, засомневался Сергей Арнольдович и попытался выставить новый аргумент в пользу своего помощника. Нет, он не пытался его защищать, его интересовала только доказательная база. Он спросил, тогда объясни, брат мой Иуда, зачем они показали эту идиотскую запись с Огурцовым? Иуда не отвечал. Он тоже думал, стараясь понять тайный смысл такой информации. Это же в любом случае небезопасно. Ну, что молчишь, спросил его Ванин. Не простой вопрос? Да нет, возразил ему Иуда Искариота. Проще простого. Я не знаю, как тебе это можно объяснить так, чтобы ты ничего не натворил. Что так спокойным уверенным голосом? Такого у меня еще не было. Но, скорее всего, мы имеем дело со счастливым случаем, когда кто-то другой пасет эту сладкую парочку и захотел поделиться этой информацией с тобой, используя Журика. Но для чего? Ты меня пугаешь, брат мой, ответил ему Сергей Арнольдович, чувствуя, как у него затряслись ноги. Да ты успокойся, сказал ему Иуда. Налей себе чего-нибудь покрепче, и я с тобой заодно выпью. А там, глядишь, и вместе чего-нибудь придумаем. Ванин открыл бар, достал оттуда бутылку французского коньяка и два бокала. Закусить нет, извини, сказал он, положив на стол коробку шоколадных конфет. Выпили молча. Божественный напиток! Хорошо согревает. Я у вас в России все время мерзну, сказал Иуда после того, как залпом осушил бокал. Странно, у вас все время хочется спиртного. Ты не знаешь, почему? Ванин задумался, а потом с улыбкой ответил. Видимо, мы, когда выпьем, более привлекательны. Иуда рассмеялся. В этом что-то есть, брат мой. Так что будем делать, спросил его Ванин. Коньяк его успокоил, дрожь в коленях прошла. Давай сделаем так, ответил ему Иуда. Я буду тебе рассказывать свою версию, а ты записывай, делай пометки, где согласен, где нет. Но запомни одно, я тебе расскажу, как есть все, а ты уже думай сам. Принимаешь ты это или нет? Я не бог, я лишь был его сподвижником на земле, когда он был человеком. Ладно, не прибедняйся, возразил ему Ванин, я знаю твою силу и влияние. Иуда его перебил. Как помнишь? Его тебе рекомендовал Бритов, который теперь генерал и который помогал тебе облапошить Матвейчука. Далее, ты был на даче, вернее, в загородном доме Бритова. Был? Похож он на дачу у скромного милицейского начальника? Абсолютно нет, он очень состоятельный человек. Значит, есть источник дохода. Какой может быть источник дохода у честного, как вы говорите, мусора? Их несколько. Взятки, шантажи, вымогательства. Как сказал классик, три источника и три составные части марксизма. Какие у тебя с ним отношения? Отвечу, вынужденно дружеские. Какая у него по тебе информация? Самое, что ни на есть грязное. Связь Бритов-Жорик прямая. Следовательно, Бритов знает о счетах, об офшорах, о Кузбассе, о землях в Подмосковье и твоих структурах, которые занимались рейдерскими захватами, а теперь обеспечивают законность. Жорик твой это бесценный носитель информации для Бритова. Нет, возразил ему Ванин, я не такой дурак, чтобы все доверять кому-то. Ни счетов, ни сумм, он не знает. Здесь у меня работает своя система, пароли меняются каждую минуту. Иванин показал рукой на медальон на груди. Здесь все мои аккаунты и шифры. У каждого раздела свой, а разделы только в моей голове. Это успокаивает, вздохнул Иуда. Значит, не так все плохо. Но ты должен знать, положат утюг на живот или ребенка твоего выкрадут, и ты сам все расскажешь. Важно, что есть люди, которые при определенных обстоятельствах готовы это сделать. Ванин согласно кивнул головой. Что они хотят сделать? Какова идея, которая послужила объединению усилий крупного бизнеса с весьма сомнительным предпринимателем, бывшего партийного функционера и милицейского начальника? И революционера Огурцова, добавил Ванин. И еще кого-то, кого мы не знаем. Что они хотят сделать? Что создают? И почему именно ты попал в сектор их особого внимания, заключил Иуда. Я думаю, что речь идет о создании какой-то организации, как бы рассуждая, начал выражать свою мысль Ванин. Возможно, формально ее еще нет, но то, что я видел эти записи, говорит о том, что и Трешкин, и Исмаилов тандем. Огурцов, конечно, держится, но он все-таки шестерка. Если мне это подсунули, то значит, они хотят, чтобы тебя бомбить, неожиданно для Ванина заявил Иуда. А чего они хотят? Они хотят на первом этапе взять тебя в дело, ну, например, создать какую-то партию, движение, силу, лояльную власти. Ты же человек видный, но одиночка. Одиночка это хорошо, но у них есть всегда одно уязвимое место. За одиночку никто не заступится. Нет у тебя никого, кто бы стал за тебя рисковать. Как это нет? Возразил Ванин. У меня Костя Скворцов, есть и другие люди. Стоп, 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 остановил его Иуда. Я имею в виду на стороне, во властных структурах. Там у тебя нет никого. Ты живешь деньгами и семьей. Все остальные только обслуживают эту твою страсть. А так ты ничего собой не кто был рядом с тобой в прошлой жизни. И что же мне делать? Спросил Ванин, будучи абсолютно согласным с доводами Иуды. Тебе надо найти выход на людей во властных структурах, на тех, кто занимается партийным строительством, и заявить там о своих намерениях создать партию процентрисского толка и заручиться их поддержкой. Через полтора года выборы, и эта твоя идея будет принята на ура. Хорошо, допустим, хотя я в этом ни черта не понимаю, согласился с ним Ванин, а что делать с этими архаровцами, с Бритовым и с этой сладкой парочкой? Надо поступить так, как этого от тебя никто не ожидает. Иуда начинал все больше заводить Ванина, это становилось увлекательно и опасно одновременно. Для начала, продолжал Иуда, надо отменить встречу. Объяснить это тем, что ты приглашен куда-то на важное мероприятие, например, в администрацию. Это их заинтригует. Затем надо с пристрастием поговорить с Жориком и выжать из него все. Завтра утром зайди к нему по-соседски. Расскажь ему, что тебе все известно о том, как он стучит Бритову. Предложи свой выход из создавшегося положения. Какой? удивленно спросил Ванин, только то, что мы ему скажем. Ты думаешь, он согласится? Неуверенно спросил Сергей Арнольдович. У него другого выхода нет. Если ты не уверен в себе, я буду рядом. Согласен? Ну, хорошо. А дальше? А дальше будем думать после того, как решим две первые задачи. На том и порешили. Ванин остался доволен собой и благодарен Иуде. Он посмотрел на часы. Было начало первого ночи. Три часа разницы с Лондоном. Самое время позвонить Анне, подумал он и стал набирать номер телефона. Ванин ошибался. Трешкин и Исмаилов уже давно создали структуру, которая терроризировала все бизнес-сообщество страны валом компромата. Однако источник этого вала не знал никто. По меньшей мере раз в месяц средства массовой информации вбрасывалось море негатива, в котором те или иные публичные люди выглядели отщепенцами, жуликами, ворами, взяточниками, вывозящими капиталы за границу, спонсирующими какие-то неформальные молодежные организации профашистского толка или непонятные полусумасшедшие объединения наркоманов. Шум быстро утихал, и на поверхности оставались никому не нужные идиоты, которые в самом деле думали, что они подлинные борцы за свободу, демократию, братство, что именно они являются истинными носителями духа настоящей свободы. Многие искренне думали, что вознаграждение, которое они получают от своих таинственных спонсоров, это добровольные пожертвования их сторонников, но как тут не загордиться и не представить себя в образе Марата или Робеспьера, Бориса Савенкова или легендарного Че Гевары. В обывателя эти молодые люди вызывали усмешку, другие, повернутые на жестокость и сатанизм, ужас. Понятно, что в такой обстановке простому человеку и даже не совсем простому, любая новость о проворовавшемся олигархе или просто об очень богатом бизнесмене, да еще народном избраннике, а еще лучше чиновнике, вызывала жгучую ненависть и желание расправы. Особый эффект получался, когда попавшие в средства массовой информации персонажи сопровождались на экране фотографиями или записями на фоне яхт, особняков, эффектных дам или в обнимку с криминальными авторитетами. Атмосфера политической жизни страны становилась настолько загаженной никому неизвестными одноразовыми организациями, дешевыми политиками, что становилось ясно, за всей этой политической чехардой, за всем этим идеологическим мусором кто-то стоит. Жорику Сургучеву или просто агенту Вика во всей этой деятельности, которую развернули господа Трешкина и Смаилов, места не было. Он был вовлечен в другую игру, которую вел генерал-майор Бритов. Главной задачей Жорика был Ванин. Беда Жорика Сургучева заключалась в том, что шесть лет назад, когда он считал себя почти гением, а друзья-хакеры признавали Сургуча лучшим, его активная деятельность не могла не привлечь внимания таких людей, как Бритов. Как-то после крутой гулянки в Буратино Жорик оказался в общежитии в районе Печатники, где он раньше никогда не был. Но самое ужасное было в том, что Сургуч и его недавний друг Эдуард оказались в комнате с мальчиками и девочками подросткового возраста, совершенно обнаженными. На Жорика это зрелище подействовало, как рвотный порошок, что нельзя было сказать о его новом приятеле Эдуарде. Не успел Сургуч оценить обстановку, как в комнату ворвались представители милиции вместе с комендантом общежития. Жорику стали шить педофилию. Ему, для кого лучшей женщиной, может быть, только еще более красивая женщина, такое обвинение было хуже смерти. Сургуч хотел наложить на себя руки, но подвернулся подполковник Бритов Станислав Николаевич и предложил выход из трудного положения. Жорик подписался. После этого Бритов пристроил его к своему другу, бизнесмену Ванину. Бритов требовал ежемесячного отчета о работе Сергея Арнольдовича, и Сургуч делал все, что от него требовали. Однако со временем он прикипел к Ванину и старался сливать безобидную информацию своему милицейскому начальнику, в которой было много всего, но ничего конкретного. Однако в этот раз все обстояло значительно серьезнее. Бритов сам вручил ему запись, которую надо было передать шефу, но Жорик не был бы Жориком, если бы Бритову удалось уничтожить в нем дух авантюризма. Сургуч не зря носил звание заслуженного хакера России, и он создал пояс личной безопасности. Он собрал Набритова, Исмаилова, Трешкина и политолога Шубина, это тот, который зашел к Исмаилову и выключил камеру, которые давно уже были под Калпаком у первого, такую информацию, что, имея он поддержку со стороны, то можно было бы сколотить целое состояние. И на Ванина у него материала было предостаточно, но вредить ему он не хотел. Сургуч считал себя перед ним виноватым и жалел Сергея Арнольдовича в душе, потому что точно знал, что в его окружении есть все, и дисциплина, и преданность делу, инновации, и корпоративный патриотизм, но все это делают деньги. Преданной ему чисто по-человечески была только Евгения Петровна. Ванин был ее незабвенной платонической любовью, другой любви, как подозревал Журик, ей было уже не нужно. Поглощенного этими мыслями и застал Журик ранний звонок в дверь. Вскочив с кровати, он схватил с тумбочки электрошокер и подошел к двери, включил экран монитора и увидел у дверей стоящего Сергея Арнольдовича. Журик догадался о причине столь раннего визита шефа. Он этого ждал и открыл дверь. Ванин изо всех сил делал вид, что ничего не произошло. Это и дало Журику основание предположить, что шеф в курсе происходящего. Вы просчитали и вычислили подвох сами, я так и думал. Но зачем же ты тогда врал, безо всякой обиды или злости в голосе, спросил Сергей Арнольдович, усаживаясь за рабочий стол у Журика. Не все так просто, шеф. Дело в том... Ванин перебил Сургучева, хотевшего что-то сказать свое оправдание. А я ли твой шеф, дорогой товарищ Сургучев? Я честно работаю и не сделал ничего такого, что могло бы вам принести вред. Мне важно знать, что обо мне и моей работе известно Бритову и его шакалам, грозно произнес Ванин. А что мне принесет вред, я разберусь как-нибудь без твоей помощи. Эти слова прозвучали словно пощечина. Журик сник. У меня не было выбора, прошептал он упавшим голосом. Как, когда, он тебя завербовал, рассказывай все по порядку и не вздумай врать. Журик рассказал все как было, и даже про свой собственный пояс безопасности. Выслушав Сургучева, Ванин сделал вывод, еще не все потеряно. Действовать надо решительно, но изысканно тонко. Без Журика ввязываться в такое дело нельзя. Еще, нужен сильный надежный союзник. Иуда прав. Я слишком увлекся деньгами и стал терять связи. За ошибки надо платить. Журик уже он сказал, выхода у тебя действительно не было. Бритов тебя в дерьмо засунул сам и сам же из дерьма и вытащил. Обычные милицейские штучки при вербовке. И что мы с тобой теперь будем делать? Ваша воля, Сергей Арнольдович, я готов от вас принять любое наказание. Что бы вы не решили, будете правы. Ванин встал из-за стола и начал ходить по комнате. Зачем все это? спросил он Сургучева, который, затаив дыхание, ожидал решения Ванина. Что? Для чего? Не понял вопроса, спросил Жорик. Для чего все эти прибамбасы? Что они тебе дают? Такое ощущение, что находишься не в квартире, а на какой-нибудь станции космического слежения. Вот это, например, что около вас висит на стене. Видите, провод выходит от него на балкон, приемник сигнала, а сама коробка усилитель. И кого она слушает или чей сигнал принимает? Вновь поинтересовался Ванин. Если Бритов кому-то звонит, то на мой телефон идет его разговор, а эта штука мощность сигнала усиливает. Тогда он чистый записывается на эту маленькую коробку. Вот видите, с гнездом для флешки. А как ты узнал телефон Бритова? Он дал тебе свой номер? Да, конечно. Я же с ним на связи, ответил Жорик. Но этот номер у него существует только для таких, как я, информаторов. Я знаю троих. Из прослушки вычислил. А вот личный телефон, по которому он свои делишки обговаривает, я засек случайно. Он был здесь у меня, ему позвонили. Эти штучки вы засекли и зарисовали. А третий вы знаете сами. Ну а как же ему удалось из тебя педофила сделать? Никто из меня педофила не делал. Это Бритов специально все подстроил через Эдуарда, который давно уже на него работает, обиженно ответил Жорик. Что мне оставалось делать? Я и вам поэтому ничего не говорил. Как скажешь, позор какой, не дай бог, кто узнает. Я чуть руки на себя не наложил. Шестой год живу как прокаженный, а этот гад, как что не так, обязательно вернешь что-нибудь этакая. Может быть тебе мальчиков прислать, мерзавец? Ты не горячись, Георгий Иванович. Знаешь, притча такая есть. Зима, мороз, сидит воробей на проводах, задубел, сил нет, умирает, бац, упал на землю в снег. Идет корова, наложил на него теплый пятак навоза, тот согрелся, высовывает голову из дерьма, чирик-чирик, его кошка раз и сожрала. Вывод. Не каждый враг, кто на тебя насерит, и не каждый друг, кто тебя из дерьма вытащит. А уж если попал в дерьмо, то сиди и не чирикай. Понял? Закончил Ванин. Понял, хмуро ответил Сургучев. Давай лучше определимся, что мы будем делать дальше, а то я вижу, недалек тот день, когда из Жорика вируса Бритов сделает Жорика педофила. Ванин получил от Жорика информацию и поставил задачу собирать материалы по Троице и сливать Бритову только то, что скажет Ванин. Было принято еще одно решение принципиального характера. Сергей Арнольдович решил никого из своих помощников не посвящать в эту тайную войну, во всяком случае, пока. Однако надо было собирать команду, и без Попова ему было не обойтись. Жаль, конечно, что Бритов из приятеля превратился в неприятеля. Но может это и хорошо, что хотя бы одного из троих я знаю, и его контролирует вирус, так рассуждал про себя Сергей Арнольдович, пока его машина с охранным сопровождением пробиралась с Ленинского проспекта на Неглинную улицу. Рассказ, а вернее исповедь вируса потрясли Ванина. Как ни старался он держать себя в руках, неприязнь к Бритову возбуждала в нем такую ненависть, что он не мог найти себе место. Надо было успокоиться и все тщательно обдумать. Какое у меня есть оружие против этой троицы? Первое. Они не троица. Бритов ведет свою игру. Жорик доказал мне это на фактах. В министерстве, если увидят кадры, как он работает в бане, да плюс разговоры по телефону, да плюс виды в загородном доме, да связи с неугодными людьми, на Бритова материалы есть. И он говорит о том, что никакая политика ему не нужна. Значит, и Трешкин, и Исмаилов ему нужны также для дойки, для большой дойки. Он их пасет, чтобы шантажировать и вымогать деньги. Есть. Есть. Это абсолютно правильно. И это очень хорошо и полезно для меня. Получается, что Трешкину и Исмаилову я нужен действительно для дела, а именно войти в создаваемую ими структуру. Если он поручил Жорику пасти меня, значит, если не Жорик, тогда кто-то другой пасет Трешкина и Исмаилова, но одного из двоих точно. Значит, существует та часть записи, когда к ним приходил Шубин. Так это ясно. Далее, думал Ванин, Бритов не прослушивает разговоров Трешкина, а Жорик прослушивает, иначе бы я получил информацию в другом формате, не из дома Исмаилова, как выяснилось, а из его частной квартиры, где подробно говорится о готовящейся встрече со мной. Именно эти слова Трешкина послужили главной причиной того, что эту запись Жорик вручил мне, как сделанную им самим. Спасибо, Иуди, подумал Ванин, подсказал грамотную мысль. Значит, Бритов хочет, чтобы эта встреча состоялась. Наверняка будет фиксировать ее. Еще бы, три богатея гуталят о политике, наверняка ляпнут что-нибудь предосудительное, как без этого. Тем более, ведь Исмаилов, он ведь из бывших, его карта при любом раскладе бита, мечен и атом. Наверное, я ошибался, сводя всех троих в одну команду. Из этого следует, что надо идти навстречу. И сделать это надо умно. Надо, чтобы Бритов знал, где и когда она произойдет, а Жорик пусть пишет ее, и получше. Посмотрим, что получится. Главное, ввязаться в драку, когда от тебя этого не ждут. Сегодня встреча в администрации со знакомым еще с комсомольских времен Шайкиным Александром Борисовичем. Вот после этого я определю время встречи с политиками новой формации. Вот с такими думами в голове Сергей Арнольдович доехал до офиса. В приемной Евгения Петровна встретила сияющей от радости улыбкой, поздоровавшись с шефом и таинственно сообщив, что Попов ждет срочной аудиенции. Позвать? Зови. Ну что стряслось, Валерий Андреевич, спросил Ванин, когда Попов вошел в кабинет. Здравствуйте, Сергей Арнольдович, есть новости и очень даже интересные. Думаю, что это может быть полезно для нас, выпалил он. Садись, сказал ему Ванин. Кофе будешь? Попов отказался. Ванин пропустил его отказ мимо ушей. Евгения Петровна, нам с Валерия Андреевичем два кофе, сказал он по громкой связи и, повернувшись к Попову, спросил, сильно важно? Сильно, ответил тот. Ну, тогда у нас с тобой сегодня много дел, а времени в обрез, начинай, сказал Ванин, когда Евгения Петровна, растая в чашке, удалилась из кабинета. Нам удалось выяснить, начал Попов, куда пропала вторая часть алмазов. Ванин с любопытством уставился на Валерия Андреевича. Не хотите ли вы сказать, что его камешки направляются в Турцию к подпольным ювелирам? Откуда вам известно, спросил Попов. Обычный канал. Там и у нас, в Дагестане, ювелирное дело очень развито, можно сказать, национальный промысел. Хотелось бы знать, где оно реализуется, как и куда идут деньги от реализации. Может быть, он честный налогоплательщик? С иронией в голосе спросил Ванин своего помощника. Все не так просто, ответил Попов. С одной стороны, вы попали в яблочко, а с другой не совсем. Рассказывай, как есть, а то пока то не совсем, то попали. Это как быть беременной чуть-чуть, объясни конкретно. У Ванина в голове все бурлило. Эх, Иуда меня не видит, думал он, а то все учит, да учит, советует, а я ведь и сам неплохо еще соображаю. Дело в том, что образовалась очень сложная схема, которую просто так не просчитать, но важно, что о ее существовании мы с вами знаем, и она работает. Валерий Андреевич, не тяни кота за хвост, объясни. Попов продолжал. В Стамбуле есть одна компания, Тархан Денис, ее владельцы, господин Тархан Аглы и сын Исмаилова Искандер. Компания занимается морским агентским бизнесом, бункеровкой судов и тех снабжением. Вы представляете, сколько судов проходят через пролив Босфор ежедневно, в том числе и суда, владельцем которых является господин Трешкин. Левая ювелирка идет на этих судах в порты Азовского и Черного морей, где их ждут, а взамен в Стамбуле Тархан Аглы получает топливо и продает его проходящим судам. Деньги выручены от продажи топлива куда идут, можете сказать, спросил Ванин. Про себя же подумал, красивая схема, молодец. Этого сказать не могу, ответил Попов, но это уже чистые деньги. По большому счету, мы имеем что? Начал вслух рассуждать Ванин. Алмазным рудником владеет Трешкин, он же Роналд Райнхард. Реализацией занимается Исмаилов, ну, естественно, через схему, созданную в Турции, то есть через какое-то производство. На Исмаилова-старшего у нас ничего нет. Информация, конечно, интересная, но если ее начать крутить, такое может вылезти на поверхность, головы не сносить, нам в это дело лучше не лезть. Вот если бы поработать над тем, чтобы чужими руками, дать, например, наколку, вслух рассуждал Попов. Нет, мы так поступать не можем, ответил ему Ванин. Хотя ладно, к этому разговору мы с тобой еще вернемся. А сейчас вот что. И Сергей Арнольдович выдал Попову всю информацию по Бритову, рассказал, как держать связь с Жориком. Сам же он позвонил Трешкину и назначил встречу у себя в офисе с последующим обедом в ресторане Будапешт. Жорик сообщил Бритову, что встреча Ванина, Исмаилова и Трешкина состоится в офисе Европейского отделения Банка, и что поставить там жучки ему не представляется возможным. Это не твоя забота, ответил Сургучеву Станислав Николаевич. Из чего Жорик сделал вывод, что у Бритова есть возможность сделать запись. Ну и хорошо, подумал Жорик, баба с возу кобыли легче. Он тут же доложил Попову. Валерий Андреевич проверил все сам лично. Вывод напрашивался один. На одном из гостей будет поставлен жучок. Вот и хорошо. Наши камеры будут в состоянии товсь. А в это время Сергей Арнольдович находился в здании администрации президента у старого своего приятеля Шайкина Александра Борисовича. Они весело вспоминали комсомольскую молодость, когда оба работали в одном райкоме комсомола, потом почти одновременно ушли на повышение, заняв должности секретарей ВЛКСМ в разных районах Москвы. Позже опять встретились, но уже в аппарате ЦК ВЛКСМ. Спокойно беседуя по-товарищески, они оба поймали себя на мысли, что будто и не было этих восемнадцати лет, что пролетели как один день. Если бы не лысина твоя, можно было бы сказать, что ты не изменился вообще, сказал Ванин приятелю. Ты тоже. Побрить бы тебя, снять очки, все тот же Серега, пошутил Шайкин. Ну, рассказывай, зачем пришел? Наверняка что-то есть. Вы же бизнесмены, народ такой. Как в дело вошел, что в штопор, не вылезешь, пока не поймешь, что прыгать поздно. Нет, Саша. Я не за этим к тебе пришел. Помощи мне, слава богу, не надо, ответил Ванин. Просто появился повод, почему не встретиться. Вы ведь здесь тоже борчуками заделались. На хромой кобыле не подъедешь. Не то, что бывшие инструкторы. Те все больше бла-бла-бла. Нет, Сережа, мы другие, остановил его Шайкин. Мы команда стариков, помогаем восстанавливать утраченное. До новых вершин пока далеко. Мир другой, сам видишь, и люди давно уже не те. Так рассказывай, что тебя привело. Не поверишь, ответил ему Ванин. Хочу завязать с бизнесом и партию создать. Это интересно. И какую? На полном серьезе спросил Шайкин. Российская демократическая партия предпринимателей. Красиво звучит. А что мешает? Поинтересовался Александр Борисович. Ничего не мешает. Просто пока не знаю, с чего лучше всего начать. Дело для меня не совсем обычное, почти новое. А знаешь что? Сказал ему Шайкин. Вот тебе телефон, записывай. Шубин Дмитрий Федорович, специалист по партийному строительству, кладись знаний. Позвони, скажи, что от меня, мол, был, говорили, очень рекомендую. Всему научит, все расскажет. Ужасно не любит, когда его перебивают. Но естественно, что бесплатно только сыр в мышеловке. Нужно будет старика отблагодарить. Я дам ему знать о тебе. Рассказчик потрясающий.